Уже собрались? Ждут. Знаешь, что это? Приказ. Приказ. О назначении тебя на должность художественного руководителя Ивушки. Вместо меня. Все? Что это значит? Ты ведь очень хотела занять мое место. Мне предложили, я согласилась. И это была твоя роковая ошибка. А в результате что? В результате ты уходишь, а я остаюсь. Куда это я ухожу? А тебе сколько на днях исполняется? Тридцать шесть. Ты пенсионер по закону, а я законы нарушать не люблю. Я и так тебя год передержала. А вы разве не пенсионер? Пенсионер. Ну, а со мной контракт продлили. А с вами, сударыня, не подписали. Чувствуете разницу? Я сейчас выйду и заору, что вы меня вытуриваете. И это будет вторая твоя роковая ошибка. Будешь числиться в коллективе, но на сцену я тебя не выпущу. Никогда. Устраивает тебя такая перспектива? Я не отступлюсь. Коллектив пойдет за мной. Да ты хоть знаешь, что такое коллектив? Это стадо. Завалишь. Завалишь все в первый день. И они тебя сожрут. Не сожрут, разберусь. Ты сначала со своим любовником разберись. С каким любовником? С Бегловым. С Сергеем. Кстати, а твой муженек сегодня заглянет к нам? А то как бы конфуза не вышла. Возьмет кто-нибудь и брякнет лишний. Возьмет кто-нибудь и брякнет лишний. Черт. Уже два часа. Ты торопишься? А я же тебе говорил. У Дашки сегодня назначение в ансамбле. По-моему, это скотство. Что происходит, малыш? Ты только что был с женщиной, которая еще не успела отдышаться. И сматываешься? Хорошо, отдышись. Подожду пару минут. Я все равно должен буду ехать. Я не имею права не ехать. Она пока еще моя жена. К тому же там события. Я без того опаздываю. Хорошо. Вали. Ну вот, обиделась. Не еду. Все, я никуда не поеду. Будем наслаждаться тобой в этом долбаном номере, пока не надоест. Ты хоть понимаешь, что ты говоришь? Ну все, ну все, все. Никто ни на кого не обижается. Все, малыш. Перестань называть меня этой идиотской кличкой. Прости, не буду. По привычке. Ладно. Иди. Раньше там явишься, раньше освободишься. Буквально на полчасика. Я даже на банкет не останусь. Зачем мне пизерон? Я спросил. Простите. Да драхань, я пока не нужна. Пизерон. Послушай, Марин. Мне действительно там надо быть. Дашку назначают художественным руководителем Ивушки. Согласись, события. Есть полный резон вернуться в семью и стать верным. Примерным мужем. Ну, зубки. Зубки, зубки. Все еще режутся. Езжай. Друзья, мальчики и девочки, прошу тишины. У нас сегодня два праздника в одном флаконе. Вы все знаете, какие страсти кипели в последнее время вокруг худручества в нашем коллективе. С одной стороны, Дарья Михайловна Крымская. Талантливая. Относительно молодая. С другой, ваша покорная слуга, которая почти всю жизнь отдала коллективу и сделала Ивушку знаменитой. От этих страстей, дрязг, недомолвок устали все. Я все верно говорю, Дарья Михайловна? Все верно. Верно, Мария Павловна. И, наконец, сегодня определенность настала. Софья Петровна, начнете? Софья Петровна Снегина. Начальник отдела комитета по культуре. Прошу вас. Спасибо. Приказ есть. Вот он. Суть следующая. По решению комитета по культуре нашего города, художественным руководителем вашего коллектива, остается Мария Павловна Седова. Даша, не бойся, все будет хорошо. Дорогие мои любимые, праздник еще не окончен, но мы все забыли про Дашеньку, про Дарью Михайловну. Дашенька, многие годы ты была солисткой, даже примой нашего коллектива. Здесь ты получила звание заслуженной артистки. Через несколько дней, Даша, тебе исполняется 36 лет. Ты входишь в этот возраст, в отменном здоровье, светлом уме, и поэтому красиво и с достоинством можешь оставить наш коллектив. А мы все тебя поддержим и проводим на заслуженный отдых. Давайте, давайте, ну что вы как неживые! Но она у нас солирует, у нее пять сольных выходов. Вот ты, Юля, и выйдешь вместо подруги, или ты не согласна? Итак, праздник, все радуемся, к столу! Извините, пожалуйста, извините. Любимая моя, единственная, ненаглядная, поверь, летел, как на крыльях. И успел, черт возьми. Помни, ты моя. Любил, люблю, и буду любить тебя вечно. А что такое? Ты плачешь, это слезы счастья, потому что ты взлетела на новый уровень. Ты это заслужила. Браво! Вот оно, истинное человеческое счастье. Меня отправили на пенсию. Чего? Я пенсионер, Кира, с сегодняшнего дня. Кто пенсионер? Ты? Да, я. Я не в коллективе больше. Как это? Дорогой Кирилл, вы любите свою жену? А кто в этом сомневается? Вам бы хотелось, чтобы ваша любимая жена больше времени проводила дома, чем на гастролях. Интересно, кому бы этого не хотелось? Замечательно. С сегодняшнего дня Дашенька все время будет дома. Так, стоп. Вы подождите. Вы хотите сказать, что вы выперли ее? Извините, вы уволили ее, что ли? Позвольте мне. Я ждала этого дня. Потому что устала. Устала от гастролей и поездок. Устала от идиотских поклонников. От вечно сбитого режима, от того, что постоянно не бываю дома и не вижу мужа и дочь. Устала в том числе и от вас, дорогая Мария Павловна. Я упакована. Муж, дочь, семья. Чего еще желать? Спасибо, что вовремя дали пинка под зад. Извините, если что-то было не так. А сегодня никакой грусти и никакой печали. Только радость и счастье. Как говорит наша мамка, радуемся все. Девочки, мальчики. Вот, а я о чем говорю? Радуемся все. Радуемся. Замечательно. Ну, ты просто молодец. Гуляй, шпана. Цветы, подарки дай им. Поздравляю. А я не понял, что все-таки стряслось-то, а? Кинули с назначением, отправили на пенсию. Почему? По дороге расскажу. Не-не-не, у меня дела. Заяц, я не могу. Но ты мог бы на сегодня все дела отменить. Ну, с какой стати? Открывай давай. С какой стати? Отпразднуй мой позор. Предлагаю это сделать вечером вместе. Заяц, если ты уже на пенсии, то мне до этого еще вкалывать и вкалывать. Ладно, я пошла. Ну, Заяц, ну прости, ну все-все. Ну чего, ну прости, прости. У меня действительно серьезная встреча. А в ближайшую субботу мы гуднем по полной. Может, даже с твоими бывшими коллегами и коллежанками. Поняла. Пока. Тебя куда-нибудь подбросить? Ты меня уже подбросил, дорогой. Теперь главное поймать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Женщина, вам плохо? Что? Вам плохо? Может, мне отложку? Нет. Извините. Отойдите. Дама, вы одна? Как вы сказали? Я спросила, вы одна женщина? Бокал холодного белого вина. Продолжение следует... Простите. 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 Спасибо. Можно вопрос? А можно я присяду? Скажите, вы ко всем клиентам обращаетесь по половому признаку? Я вас не понимаю. Вы назвали меня женщиной. А вы разве не женщина? Ступайте. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Что-нибудь сразу пить будете? Посмотрите, у нас сегодня скидка для студентов на шампанское. Хорошая шампанское. Не скидка, не большая. Не скидка, не большая. Не скидка, не скидка. Я так и знал, что ты тут. Привет. Девушка, а двести граммов коньяка и лимон? Представляешь, эта дрянь назвала меня женщиной. Кто? Официантка. Ну, ну и что? Ничего. Проехали. Ну, давай. Говори. Утешай меня. Уговаривай. Ври. Да все нормально, Даша. Вы определились? Главное, не делать из этого проблем. Слушай, ну, ровным счетом ничего не изменилось. Жизнь продолжается. Давай еще про любовь зверни. Ну, а что, не так? Тебе тридцать шесть. Ты заслуженная артистка. У тебя пол жизни впереди. Да если мне через три года меня турнут на пенсуху, да я только обрадуюсь, ей-богу. Недельку-другую отдохну, погуляю, покуралесю, а там вперед, Даша, вперед из песни. Слушай, хватит. Помолчи, пожалуйста, а. Хватит. Пей. И пауза. Пять минут. А знаешь что? Переходи ко мне жить. Чего? Долго думал? Долго. Полгода, а сейчас решил. Правда. Даша, переезжай, устраивайся, рживи. А тебе известно, что я хоть немного, но уже замужем. И у меня изврустлая дочь. Дашенька, ну ты давно мне нравишься. Я тебе, но не ты мне. Я готов бросить ансамбль, быть с тобой. Смысл, какой смысл? Я стопудовая пенсионерша, а ты в полвеса, что дальше? Мы еще молодые люди, Даша, мы можем перестроить свою жизнь. Да перестраивай свою жизнь, Сережа, устраивай, но без меня. Значит так, Сережа, я от одного берега отчалила, до другого мне еще очень далеко. И пассажиры на моем пароме в твоем лице мне абсолютно не нужны. Как вас зовут, девушка? Алена. Запомни, Алена, женщина с годами слышит то, что нормальный человек слышать не может. Поэтому поаккуратней со своими словами. Я вас не поняла. Придет время, дорогая, ты поймешь. Малыш, у меня проблема. Представляешь, Дашку поперли из ансамбля. А как же с назначением? Ну, пролетели. Сказали, по возрасту. Ну, там у них разбег по жизни короткий. Тридцать пять и на заслуженный отдых. Да, а есть же уже тридцать шесть. Ну и что теперь? Будет дом сидеть. Вязать носки. Какие носки? Любые. Теплые, летние. Она же ничего, кроме танцулек, больше не умеет. Слушай, малыш. А ты, может, ты затащишь куда-нибудь мою в ящик? А? Какая-нибудь передачка, там, программка, там, живой эфирчик. Ты же не последний человек на телеке. Ничем не могу помочь. Ну, я прошу тебя, малыш. Ну, нет, ты представь картинку-то. Тетка каждый день дома. С утра и до утра. Тут не то, что двинус. Тут повеситься можно. Самое время об этом подумать. Ну, я прошу. Не, ну, правда. Ну, пожалей своего мальчика. Хорошо. Я помогу твоей Даши. Думаю, она оценит дружественную женскую руку. Ты чудо. Сегодня я... Я завалю тебя цветами. А? Чмок. Да, кстати, за гранпаспорт при мне. Заехал домой и забрал. А теперь, детки, давай еще будем ждать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 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 восемь. Дверь. О, дни! Крадуй, крадуй, стырся. Да! Оп! 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 Ёс, ёс! Оп! Россия не сне серебрится Доль по дорожке, Звенит колокольчик, звенит, это все, это все о любви говорит. Это все, это все о любви говорит. А теперь про Антошку. Антошка, Антошка, пойдем к нам с картошку. Тили-тили, заливали. Настена, ты где? Настена, ты у себя? Почему не отвечаешь? А где я еще могу быть, как не у себя? У тебя плохое настроение? Нормальное. Тогда разговаривай нормально. Как умею. Что, совсем заняться нечем? Я не люблю, когда ты грубая. А я не люблю, когда ты пьяная. Я не пьяная. Я выпившая. Послушай, Настя, у меня сегодня был очень непростой день. Мне нужно с кем-нибудь поговорить, чтобы меня выслушали. Пусть не поймут, но хотя бы выслушают. И лучше, если это будет мой родной человек. Со мной, что ли? Да, с тобой. С дочкой. Хорошо. Ты знаешь, сколько мне лет? Тридцать шесть. А я уже на пенсии. Ну и отлично. Лавы каждый месяц, все проблемы по боку. Ну вот, я теперь на работу ходить не буду. Танцевать не буду. Я буду сидеть дома. Целыми днями дома? Целыми днями. Мам, ты же всех достанешь. Я буду помогать тебе готовиться к экзаменам. Ты вообще, что ли? Я с ума сойду. Ты про папу вообще подумала? Ну, он днем на работе. Вот именно. А по вечерам ты собираешься его пилить, да? Где был, что делал. Слушай, мам, так было хорошо, когда ты по гастролям моталась. Папа ушел, я еще сплю. Папа пришел, я уже сплю. Никто никого не трогал. И что ты предлагаешь? Не знаю. Посоветуйся с папой. Может, он что-нибудь предложит. Возьмет к себе. Настя. Я ничего не умею делать. Я умею только танцевать. Но ты же не будешь до ста лет танцевать. Наверное. Блин. Бегу. Все, пока. Через час буду. Продолжение следует. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Кирилл, Кирилл, я здесь! Почему ты здесь? А где мне быть? Что случилось? Я звонил, ты не брала трубку. Извини, я вынужден был задержаться, даже маленечко выпил. А где мои цветы? Черт, остались в машине, а машина во дворе фирмы. Ну, и завтра при волоку. Ну, давай, иди сюда. Нет, не надо. Кир, ты возьмешь меня к себе? Куда? На работу. Не понял. Ну, я теперь свободный человек, и мне нужно где-нибудь работать. А почему у меня? Ну, потому что ты мой муж, и у тебя есть своя фирма. Не-не, Заяц, погоди. А почему ты должна работать? А что мне еще делать? Ну, блин, Заяц, жить, радоваться, воспитывать дочь. Ты же, по сути, ей совершенно не занималась. Можно подумать, ты занимался. Больше тебя. Ну, дело не в этом. Ну, допустим. Ну, допустим, я тебя возьму. А кем? Секретаршей? А ты готова? Вполне. А я не готов. Прежде всего, это не уровень нашей семьи. Да. Нет, а можешь себе представить? Мы вместе с утра и до утра. Дома покусались, на работе погавкались, дочку вместе попинали, и что дальше? А? Ну, ну, как-нибудь привыкнем. Не-не-не, Заяц, не. Судьба распорядилась таким образом, что мы уже привыкли жить по-другому. Да. Ты... Ты же у нас... Ты же у нас избалованная поклонниками. Аплодисментами, цветами, отсутствием присутствия. Ну, ты, по-моему, тоже, дорогой, не обделен вниманием поклонниц. Заяц, а поцелуй меня. Помнишь частушку? В окопе лежит лейтенант ПВО, не пулей убитый, задолбала его. Вот и меня тоже сегодня задолбала. Смешно. Да, смешно. Слушай, а у меня есть идея. Я... Кажется, я придумал тебе работу. Курьером. Ну, зачем? Есть кое-что поинтереснее. Почти художественное. А у тебя какие планы на завтра? Пойду оформлю пенсию. Чего мне тянуть? Пенсионерша моя. Пенсионерша моя. По какому вопросу, барышня? Здрасте. Здрасте. А вот по вопросу пенсии. В какой кабинет обращаться? Для матери или для бабушки? Для себя. Для себя. Чего ж тебя такую молодую на пенсию-то потянуло? Работа, что ли, надоела? Жить надоела. В какой кабинет, что пенсию оформить? Сколько тебе годков? Тридцать шесть. Артистка, что ли? Артистка. Заслуженная. Угу, цирка, небось. Ну, почему из цирка-то? Так ведь это ихнюю братью чуть не с пеленок на пенсию гонят. Паспорт при себе. Да. А можно как-нибудь побыстрее? У меня сегодня еще дела. Побыстрее? Это, пожалуйста, не к нам, милая. Это к очереди. Только учти. Там к столу мы сидят. После них даже радикулит не страшен. Кабинет сто шестой. Пожалуйста. Спасибо. Кто крайний в этот кабинет? Слушай, десятый. А что тебя случится? Кто крайний в сто шестой кабинет? Девушка, крайний на кладбище. У самого городка. А здесь последний. Так за кем я буду в сто шестой кабинет? Что вы, гражданка, раздражаетесь? Мы все здесь не в свое удовольствие стоим. Я не раздражаюсь, я спрашиваю. Мне может кто-нибудь сказать, за кем я? Ну, допустим, за мной. Но это вовсе не означает, что вы должны орать на весь коридор. А это потому, что молодая, да ранняя. Хорошо, что не поперла. Без очереди. А это был бы смертельный номер. По трупам, в цели. Хорошо. Все хорошо, очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Можно вас на минуточку? А в чем дело? Буквально на пару слов. Пройдемте. Я за вами. Да, да. Осторожно, ножки. Ножки, осторожно. Очень хорошо. Замечательно. Я готов предложить вам место в очереди. Буквально за 500 рублей всего-навсего. А как я пройду? Я стою вторым в очереди. Поставлю у вас место себя. И вы с чистой совестью войдете в подавающую вам дверь. Мне меня не пропустят. Наглость. Только наглость и уверенность. Перед этими господами следует не пасовать. А если все-таки вышвырнут? Даже в молодые годы. Вам надо научиться, мадмузель. Не отступать. Да. Это только кажется, что жизнь пенсионера спокойна и безмятежна. Надо бороться за жизнь. Бороться за свое существование. Еще пуще, чем прежде. Запомните это, гражданочка. Отлично. Как вас зовут? Дарья. Дарья. А меня Эльдар... Александрич, а для вас просто Элик. Проходите, Дашенька, проходите. Проходите сюда. Дашенька, постой, пожалуйста, вместо меня. Я на пять минут буквально отлучусь и сразу же приду. Марш на место, гражданочка. В чем дело? Марш на место, иначе я буду применять силу. Вам что, больше некому придраться? Некому. Вы проявляете наглость и бессовестность. Станьте сейчас же за мной. Да я вообще... Станьте сейчас же за мной! Слушайте... Пошли! 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 Это ж так, да? Получила! По полной? А я ведь предупреждала. Ничего. Плохой опыт тоже опыт. На, причешись. Спасибо. Приходи завтра. Помогу. Тоже за пятьсот рублей? Чё это? За спасибо. У меня дочка такая, как ты. Не приду я больше. Не нужны мне эти копеечные подачки. Да ты не кричись. Неизвестно, как тебя жизнь клюнет. А вот, может, эта самая подачка тебе и сгодится. Ладно, всё, до свидания. До свидания, милая. Да, Юлька, привет. О, слушай, я сейчас пытаюсь сесть в маршрутку. Есть свободное место. Ну, ладно. Ну, давай, все пока, до встречи. Увидимся. А? Нету? 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 На восстание. Пятьсот рублей. Поехали. Поехали. Ай. Пасальная ты где, девочка? Там, где пятьсот рублей. Как зовут, красавица? Клава. Очень приятно. Меня зовут Ахмад. Муж есть? Муж есть и пьёт и спит. Почему спит? Ещё должен зарабатывать. Вот, проверю я. Ночами не сплю. Денежки зарабатываю. Молодой парень. Работящий. Красавица. Читарит. Женихи набиваешься, Ахмед? Почему нет? Я работящий. Красавица. Я тебе нравиться? Очень. Особенно, когда молчишь. Не ходи, не ранговаривай. Хочу, чтобы крутил бублик и смотрел на дорогу. Молодец, красавица. Раньше надо было сказать. Даш! Привет. Привет. Ну что, по венцу? По белому хвалу. Девушка! Два бокальчика беленького и орешков на зуб. Что в коллективе? Глухо, спокойно. Как немцы после бомбёжки. Никто не возникал и не протестовал. О чём ты говоришь? Каждый трясётся за свой упругий зад. Ну и чёрт с ними. Я тоже так думала. Спасибо. Спасибо. А я ведь звонила тебе вчера вечером. Думала, хоть не ум. А вы решили по-семейному, без посторонних. Да? Угу. Кирилл вернулся только под утро. Как это? На такси, хмельной и явно от бабы. И не набила морду? А! У жены, блин, такой день. А он чужие колготки на руку накручивает. До такого козла, как твой мужик, гнать в три шеи. Проще самой уйти. Куда? Искать золото в болотах Белоруссии. А помните, я заколбасила по полной. А потому что дура. Во-первых, про ансамбль, про танцы-шмансы, про худручество. Забудь. Во-вторых, у тебя семья. Квартира, в конце концов. Квартира не моя, а Кирилла. Соберу шмотки и подамся к маме в Иркутск. А, совсем рехнулся, а? Ну, кому-то нужна в своем Иркутске. Маме. А, маме сколько лет? Пятьдесят семь. Ну и что? Будете куковать две пенсионерши в однушке. Очень весело. Угу. А что делать? Устраиваться на работу. Куда? Попробуем ночной клуб. Да я думала. Ну, для ночного клуба я старовато. Правда, Кирилл обещал куда-то устроить. Куда? Пока не знаю. Значит так, как только устроят на работу, гони ты этого мароковеса. Да свидос. Ты мать, у тебя дочка, и ты за нее отвечаешь жизнью. Знаешь, я... Я вчера уснула в гостиной. На полу. Так Настя перешагнула через меня и пошла спать. Даже не подумав, жива я или нет. Дашка, а давай наши традиционные, а? Все мужики сволчи, бабы дуры. А счастье в труде. Так что в коллективе? Похоже, мамка Сережка Беглова скоро попрет. Да? Он классный танцор. Да. И такой же классный бабник. У тебя с ним что-нибудь было? Больше года плоская катала, круглая таскала. Еле отвязалась. А что он ко мне клеится? Да он когда со мной жил, все время от тебя дудел. Ты же была его мечтой. А сейчас на нее мамка глаз положила. Хорошо, поняла. А он и не против. Желаете еще что-нибудь? Желаем, чтобы не мешали. Ну, что ты так с ней? Да не знаю. Что-то настроение как-то сломалось. Знаешь? Баба ведь как гитара. Одна струна повисла. Все остальные с соплями следом. И весь инструмент не строят. Значит, надо почаще струны подтягивать. Будем подтягивать. Хоп. Не знала, что у тебя знакомство на телевидении. Не знала, узнала. Ну, секундочку. Наташ. Наташ, я... Это Кирилл. С Дашей, да. Хорошо, жду. А кто это Наташа? Наташа ассистент. Она про нас забыла? Нет, не забыла, задержалась. Пошли. Посмотрите мою фамилию. Куда? За нами придут. Ань, давай еще восьморку. Так, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, секунду. Следующая фанатист. Не, я не смогу. Я занят. Возьми одну Дашу. Ты что, ты не пойдешь со мной? Ну, я занят. У меня работа, клиенты там. Давай, все, вечером созвонимся. Пока. Не знала, что у тебя знакомство на телевидении. Не знала, узнала. Секундочку. Наташ. Наташ, я... Это Кирилл. С Дашей, да. Хорошо, жду. А кто это Наташа? Наташа ассистент. Она про нас забыла? Нет, не забыла, задержалась. Пошли. Куда? За нами придут. Ань, давай еще восьморку. Так, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Следующий Афанасий. Не, я не смогу, я занят. Возьми одну Дашу. Ты что, ты не пойдешь со мной? Ну, я занят. У меня работа, клиенты там. Давай, все, вечером созвонимся. Пока. Ну вот, женой красноперова. Да, проходите. Пожалуйста. Красноперова. Проходите. Проходите. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте, со мной. Не ну... Проходите. Проходите. Куда? Туда. До свидания. Какая программа? Детская. Будем посредством различных игр определять таланты детей в том или ином виде. Моя задача? Пока никакой. Попробуем вас народу в обучении танцу. А конкурс серьезный? Да. Но вы, как я понимаю, в приоритете. Здравствуйте. Здрасте. А вы Дарья Крымская? Да. Я Крымская. Марина, ты ведешь гостью на Рыжее Солнышко? Так было велено. Думаю, это неправильно. Вы ведь были солисткой Ивушки. Да, я заслуженная артистка. Тем более вам не место в детском сумасшедшем доме. Я забираю тебя госпожу Крымскую, у меня для нее иное предложение. Но ведь на Солнышке нас ждут. Отменяется. Сошлись на меня. Прошу, пожалуйста. Извините. А вы хотите предложить мне что-то другое? Более интересное? Новое шоу. Танцы со зверями. С какими? Ну, кому кто достанется. Одним собака, вторым обезьяна, третьим мелкий хищник. Вы шутите? Почему? Шоу только снимается, а шума вокруг него столько, что от желающих нет отбоя. Начнете новую жизнь в приятной звериной компании. Добрый день. Здравствуйте. Марина, на минутку. Извините, пожалуйста. Пожалуйста. Что за персонаж? Жена Кирилла. А, интересно. И куда ты ее? На новую программу. Удачи. А кто это? Наш босс. Интересный мужчина. Разбираетесь в мужчинах? Я пытаюсь. Очень хорошо. Спасибо большое. Оставляем на второй тур. Кто следующий? Мы здесь. Дама собачка. Замечательно. Где она? Ну, давай, милая. Пойдем, пойдем. Подождите меня. Хорошо. Так, как вас зовут? Оля. Очень приятно. Сейчас не надо это подумать. Как собака зовут? Крис. Ага, Крис. Хорошо. Крис ко мне. Молодец, молодец. Ну, иди сюда. Ага. Так, скорее музыка. Передние лапки. Вот так. Ага, так. Хорошо, хорошо, хорошо. Молодец. Вот это отлично. Вот это отлично. Вот теперь на зоне. Давай, давай. Ага. Отлично. Отлично. Хорошо, хорошо. Так, чуть-чуть. Отлично. Так, на береге можно ходить. Пригласите Крымскую на танец с леопардом. Хорошо? Молодец. Молодец. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, что еще? Да, пак. Ага, отлично. Вот, хорошо. Вот, молодец. Видите, как поможем. Ага, ай, хорошо. Так, отлично. Отлично. Это очень хорошо. Сейчас мы. Главное, предупреждемся. А с каким животным я буду? Ну, главное, решит. Ай, 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 молодец. Ой, ой, ну и так она веет. Ну, смотрите, и так. А, это второй тур. Это второй тур. Спасибо, 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 спасибо. Поняла, Сергей Николаевич. Поздравляем, мой хороший. Что? Марина просит пригласить Крымского на танец с леопардом. Госпожа Крымская. Здравствуйте. 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 Возраст? Двадцать восемь. Угу, угу. Будем считать, что поверил. А домашние животные есть? Нет. А с кем же вы живете? С мужем. С мужем. Хорошо, хорошо. Танцуете? Да, народный танец. Хорошо. Кто у нас еще не использован? Молодой леопард. Ага. Леопарда живьем видели? Только в зоопарке. Не боитесь? Не знаю. Хорошо. Хорошо, мы подумаем. Прошу. Угу. Мне не очень нравится. Почему? Мне кажется, это не мое. А кто вам достался? Леопард. Замечательный партнер. Попробуйте, не пожалеете. Мне бы выйти на время. А, в туалет? Угу. Ну, такое здесь случается с непривычкой. Павильон сами найдете? Конечно, найду. Музыка. Пропуск. Какой пропуск? Который вы входили. Я не знаю, кого он. Послушайте, без пропуска я вас не выпущу. Но мне надо выйти, меня там ждут. Не мешайте, пожалуйста. Мне нужно выйти, не трогайте меня. Да вот, Кирилл Дмитриевич, пытается пройти без пропуска. Это не положено. Понятно, пропустите. Благодарю. Здорово, на машине. Здрасте. В ремонте машина. Если не против, я подвезу. Не против. Прошу. Куда едем? На граждану. Хотя нет, лучше на Невский. Как прикажете. Старый, старый, старый. Вы сбежали с телевидения. С чего вы взяли? Мне так показалось. Да, сбежала. Почувствовала себя полной идиоткой и сбежала. Почему идиоткой? Потому что разыграли. Вели на одну программу, сунули на другую. Танцевать с леопардом. Кто-то из ассистентов? Да какая-то Марина. А, попробуй разобраться. Зачем? Должен я знать, что творится в моем хозяйстве. А вы на телевидении большая шишка. Чуть-чуть. Ваше имя? Дарья. Кстати, моего мужа тоже зовут. Кирилл. Очень приятно. Значит, теперь у вас будет два Кирилла. Вы уже записали меня в свой арсенал? Только как извозчик. О, вы готовы обслуживать меня? Если вы не против. Я не против. Автомобиль меня устраивает. Я буду называть вас Кирилл Второй. Не возражаете? Постараюсь привыкнуть. А сколько вам лет, Кирилл Второй? Пятьдесят. И вы в свои пятьдесят не научились более изящно клеить женщину? Вы считаете себя кандидатурой достойной клейки? По-моему, это хамство. По-моему, тоже взаимное. Через пять минут, Невский. Сколько я вам должна? Всего лишь простить меня. Считайте, что простила. Я бы не хотел оставаться на такой ноте. Вы полагаете, мы еще встретимся? Убежден. И вы тогда удивитесь моей прозорливости. Не знаю, как насчет прозорливости, но вот наглости уже удивляюсь. Остановите. Возьмите. Она вам может пригодиться. Ну, вы нахал. Я умный нахал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Так, все, представление окончено. Вы про меня не забыли? Представьте, не забыла. Иногда вспоминаю. Вы не торопитесь? Нет, я просто гуляю. Я могу составить вам компанию? А ваше место не займут? Не посмею. Леша! Леша! Ау! Я отлучился. Да, да. А, я понял, Петрович? Я так хочу. Да, подожди. Посидим в кашу? Господи, да что же... Как хотите? Такие русского языка. Вот такой. Пошу. Пригодится, Лешка. Пойдем. Сюда? Вот за угол. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Привет. Здравствуйте. Сюда. Спасибо. Я позволю себе сто пятьдесят коньячку. Употребляете? Заметно. Есть немного. Употребляю. Но исключительно по праздникам или от одиночества. А сегодня что? Сегодня? Сегодня, безусловно, праздник. Я встретил вас. И все. Грубовато. Зато искренне. Кость, два кофе, сто пятьдесят мне. А вы каждый день в переходе? Почти. С тех пор, как вышел на пенсию. Вы пенсионер? А что в этом удивительного? Артист-цирка? А нашего брата выталкивают на пенсию по трем позициям. Либо по возрасту, либо по инвалидности, либо за регулярное нарушение режима. Вас по третьей. Нет. Сразу по двум. Возраст. И скверный характер. Скандалист? Нет. Скорее, синдром осла. Упрямый. Не то слово. Мордой упрусь не сдвинешь. Представьте, я работаю под куполом цирка. Горящими булавами. Всегда без страховки. И тут. Нагрядуло начальство. И сразу скандал. Работать только с лонжи. Но раз на тебе лонжи, кайфа никакого. Вот я и занял ослиную позицию. А вернуться не хочется? Ужасно хочется. Спасибо. Каждую ночь под куполом цирка, но опять... Опять-таки ослиная поза. Спасибо. Пожалуйста. Вам 35? 36. Пенсионер в 36 лет. Ужас. Но не это самое страшное. Главное, лишаешься сразу всего. Не только работы, друзей, зарплаты. Лишаешься смысла жизни. Нет, я этого не знал. Подождите, я не знаю. Ваше здоровье. Закажите мне тоже 150. Опля. Кость. 150 еще. Я так растрогал вас в своей биографии. Растрогали. Нет, нет, нет. Нож, конверт. Спасибо. Простите. Милосики, здравствуйте. А можно нам на диванчик? Пожалуйста. Ты присаживайся, я сейчас закажу. Хорошо. А что-то случилось? Нет, ничего. Вы хотели что-то мне рассказать про жонглирование под куполом? Ну, вначале о самом жонглировании. Вот. Во-первых, это потрясающе красиво. Молодой человек, подойдите. Во-вторых, летающие горящие булавы. Будьте добры, пожалуйста, два шампанска. Хорошо. Ну, а потом просите за высокий слог. Ты летишь как сгорающая птица. Вообще, это нужно видеть. Я надеюсь, я увижу. Подожди. К нам направляется господин какой-то. Не обращайте внимания, мы беседуем с вами. Ты почему здесь? Кирюша? Я не ожидала тебя здесь увидеть. Ты один? Почему не на телевидении? Познакомьтесь, Владимир. Это мой муж. Кирилл. Артист цирка, Владимир. Ты почему ушла с телевидения? А ты спроси у своей подружки, она тебе объяснит. Я должен сказать тебе пару слов. Один на один. Я против. Я пью коньяк с девушкой, мило беседую. А тут вырываетесь вы и начинаете нести всякую чушь. Вообще, вы кто такой? Это мой муж, Владимир. Да? Угу. А я не верю. Пусть докажет. Я сейчас опрокину стол. И доказательства будут исчерпаны. Кирюш. Твоя спутница тебя не поймет. И не одобрит. Ну, посмотри, какие у нее испуганные и печальные глазки. Пожалуйста. Я тоже обратил внимание. Вот-вот распачится. Ну, как все. Хорошо. Мы поговорим дома. Пошли отсюда. Пошли отсюда. Счастливо. Домой возвращаться не боитесь? Пока еще не поняла. У меня есть свободная комната. Без всяких обязательств. Предоставьте лучше ее моему мужу. Да. У меня же все. У меня есть свободная комната. А сейчас я на ухожу. Ну, я на ухожу. Да. Так что мы поймем. Да. А здесь, наверное, это не просто. Вот. Катаемся. Можем сейчас попаться? Ой, ну что, как неудобно у меня тут. Может, давайте я добавлю? Я. Только чтоб ни единого слова. Просто сидим, молчим и выпиваем. Угу. Угу. Почему вы молчите? Думаю. А во мне? О себе. Зачем вы думаете? Я ведь тоже пенсионер. Детка. А вам сколько лет? Достаточно, чтобы получить пинок под зад. Балет. Танцевал в ансамбле. Пришло время отправляться на заслуженный отдых. Так что, Владимир, мы с вами коллеги. Очередной сюрприз. Ну, дай бог, чтобы не последнюю. Вашими молитвами. Можем боксер. Танцевал в ансамбле. Можем feliz. Ну, дай бог. Ух. Самое. И дав bank. Все-напр exclus Cars. привет что пишут пишут что ты отправлялась спать остальное допишут завтра ты меня гонишь а у тебя нет желания со мной поговорить заяц ты пьяна любой разговор сейчас бессмысленно ступай спать обещаю обещаю что как только ты мне ответишь на мой один единственный вопрос я немедленно выполню твое распоряжение ответишь слушаю тебя что это за девица с которой тебя сегодня застукала какая девица с которой я видела тебя сегодня в кафе а в каком кафе в кафе милом уютном кафе недалеко от невского неужели забыл ничего такого не было ты ли шутишь или издеваешься заяц ты неадекватно иди спать обо всем поговорим завтра а девицу зовут марина что у тебя с ней заяц поговорим завтра можно если можно без скандала у девочки сессия ты мешаешь у тебя с ней роман поговорим утром иди спать ты пьяна иди 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 это она меня подставила она загнала меня в зверинец а ты с ней договорился не неси чушь никто никого не подставлял никуда не загонял все утром все вопросы утром я тебя тоже кое с кем видел да видел утром все завтра все вопросы я должна знать почему ты мне изменяешь чем я это заслужила и чем это достали вы можете хотя бы когда-нибудь вести себя по-человечески одна пьяная другой ненавидит видеть вас не могу иди сюда все 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 тихо 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 все хорошо все 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 слушай заяц я когда вошел в кафе я увидел тебя с этим мужиком у меня у меня чуть мне чуть крышку на затылок не сдвинула нет ну моя единственная ненаглядная пьянствует каким-то плюгавчиком но ты же тоже был неправ вчера все нормально заяц все нормально главное чтобы мы не превращались зверей а этот плюгавчик действительно из цирка он жонглер правда бывший а почему бывший по возрасту по возрасту так же как и ты этот твой коллега спасибо за понимание все все ну прости брякнул да извини брякнул только без обид давай без обид ну все а где ты с ним познакомилась подземном переходе он там фокусы показывает и ему подают вот он там зарабатывает понятно а кто настью настью звони да дочь дочь нет все хорошо мы с папой гуляем дочь а по-твоему мы должны всегда ссориться разговариваем вот даже на целуемся вот так вот так вот так ладно я передаю трубку папе привет коза понял все ну все все не будут так больше называть но не буду клянусь а что мы гуляем тут с мамой у мамка сначала голова болела а потом все прошло у нас да да я тебя тоже люблю да давай только не задерживайся мы переживаем все целую целую тебя целую моя звездочка целую чего чего не так тычихо кира тихо кира кира кур Umimaốn — vain 1 года мы не надо кире ты чего за это ты с одним то справиться не можешь и чего а зайц тебе сейчас самое время заняться дочкой да болтается как неприкаянная как бы куда как бы куда не влипло Она меня к себе не подпускает. Она все время огрызается и... Сама виновата. Гастроли, поездки. А ты не виноват? И я виноват. Поэтому пора исправлять ошибки. Сидеть дома. С подругами завязать. Фокусников вот этих бывших и прочего братьев в штанах забыть. Только семья, муж и дочь. Любить, воспитывать. Пожалуйста, все остальное на мне. Пожалуйста, получай свои эти жалкие пенсионные гроши. Радуйся жизни. Наверстывай все, что было за все эти годы упущено. Радуйся. Ты поняла? Поняла. А где мои цветы? Какие цветы? Которые остались у тебя в багажнике. Выбросил. Почему? Завяли. Ну не тащить же эту гниль к нам в дом. Наверное, правильно. 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 Сколько стоит она? Проходите. Здрасте. Я бы телопраду тебя получил. Я могу себе позволить. Какие у нас проблемы? Я могу войти? Зачем? Что за идиотский вопрос? Я просто могу войти? Не можете. Почему? По фейс-контролю не проходите. Наши клиенты не старше 30. А у меня что, на лбу написано, сколько мне лет? На ваших шмотках, дамочка. Гудбай. Слушайте, мне нужно войти туда. Я сказал, отвали. Позовите администратора. Позовите администратора. Позовите администратора. Что здесь происходит? Да вот шумит тетка. Вас требует. Вы администратор? Я старший администратор. Мне нужно с вами поговорить. Пропустим. Проходите. Видал, что творится? Присаживайтесь. Слушаю вас. Вообще-то я танцовщица. Вы насчет работы? Да. Я хотела бы узнать условия. Условие одно. Важно, чтобы вы нам подошли. Где раньше танцевали? Ансамбль народного танца «Ивушка». Я заслуженная артистка. Понятно. Возраст. Это важно? Для нашего клуба важно. У нас особая публика. Тридцать. С небольшим. Встаньте, пожалуйста. Рост? Метр шестьдесят один. На шесте когда-нибудь работали? Нет. С мужчинами налегке общаетесь? Как это? Флирт. Ненавязчивое общение. Ни к чему не обязывающие знакомства. Это обязательно? Это входит в обязанности наших девушек. У нас ночной клуб. Здесь особый режим работы, дисциплины, общения. Думаю, вам не подходит. Вы, кстати, замужем? Да. Не подходите. Но, может быть, я хотя бы попробую. Голубушка, я тоже когда-то танцевала. И тоже. В тридцать пять лет вышла на пенсию. Знаете, какой здесь контингент девушек? Рост выше ста семидесяти. Возраст не старше двадцати трех. Жизненный принцип – деньги. Все. Но мне нужна работа. Я не могу без репетиции, без публики. Я не могу без этого темпоритма. Я не смогу жить как пенсионерка. Ищите другую работу. Какую? Уборщицей? Тоже работа. Ладно, пойдемте. Покажу вам своих девочек. Равнее. Хочу, девочки, представить вам будущую коллегу. Она танцовщица. Более того, заслуженная артистка. Какое-то время она с вами пообщается. Научится некоторым премудростям. И, возможно, вольется в ваш дружный коллектив. В чем дело, Кристина? Извините, это нервное. Нервное будем лечить. Нравятся девочки? Очень. Нам тоже. Вступайте. Вас выпустят. Так. Иду Привет Ай, пожалуйста Тебе дешево, зато сердит Я обожаю геоцветы А еще б не обожала, когда дарят Сейчас мужики на цветы редко раскошеливаются А что за запах от дурманища Не только мозги, но и внутренности Давай, проходи Сейчас покажу Вау Кто сотворил, а? А неужели ты? Слушай, да это прям худестница Могу вкусить Нет, 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 забери Мамка и так косаря давит на мою задницу Отрастила, говорит Так, руки помой Точно Как она там, свирепствует? Да, по-разному Чаще всего орет А ты б заглянула как-нибудь Наверное, до сих пор танцы по-начем снятся Спасибо Нет, не снятся У меня теперь другая жизнь Печь пирожки? Да, почему бы и нет Очень даже хорошо Когда дочь присмотрена Муж накормлен и спокоен Ну а в ночном клубе была? Была Но не мое это, Юлька Девки молодые все Наглые Циничные Вкусно Только о бабках и думают А я бы согласилась Подумаешь с каким-нибудь мужичком потискаться? Да то За одну ночь целомесячная зарплата Вкусно Кстати Смотри Кто это? Кирилл Трешудов Тоже Кирилл? Я его называю Кирилл Второй Не запутаешься? Постараюсь Крутой перец А где закадрила? Он меня подбросил от телевидения на тачке Тачка навороченная? Ягуар Вот умеют люди устраиваться, а? Может познакомишь? Тебя с ним? Зачем? А вдруг отобьешь? Я у тебя? Ты у меня Идея, Даш А почему бы не торговать этими вкусностями? Сейчас ведь в магазинах одна искусственная трава А тут все своими руками Все натуральное Хорошая идея Да не хорошая, а классная Во-первых, бабло А во-вторых, будет к чему себя применить Кто это? Настя, наверное А что так рано? Отпустили Привет Здравствуй, доченька Чего такая ласковая? А я, по-моему, всегда такая А чем пахнет? Пирожки испекла сама У тебя гости, что ли? Ко мне пришла подруга из ансамбля Да мне по барабану А, это вы? Привет, Настюш Как пирожки Офигенные По вам заметно А что она такая кусачая? Прям даже руки не подала Не обращай внимания Процесс воспитания только начинается Ну, в общем Так, ладно Я пойду? Юлька, ну, может, побудешь еще немножко? Да у нас концерт вечером А я, он, с полным брюхом пирожков А может, я позвоню твоему Ягуарчику? М-м-м? Зачем? Так просто, на всякий случай Дай телефончику Потыкаю пальчиком в циферке Пощебечу ласком-голоском А там гляди И встретимся Можно визитку Собью номерок в память Так, возьмем обработку красавчика Вопьемся острыми когатками Из которых потом хрен выберешься без потерь Мужики ведь обожают проблемы Так устроим ему шум Бом Ой, спасибо за подарок, подруга Да Если подарок понадобится Пожуем Увидим Слушай, возьму парочку Да, конечно Возьми салфетки Давай Спасибо Класс Мам, ты чего? Попробуй Чтоб стать такой коровой, как твоя подруга? Ну почему коровой? Изящная, красивая девушка Танцовщица Да все, одна корова А почему ты хотя бы ради приличия Не поговорила с ней? Мам, это ж полный, Малахов Кто? Подруга твоя Мелет все время Рот не затыкает Настя, какая ты грубая Какая есть, мам Только вот не надо этого Не люблю Извини Мам Да Ты что, действительно целыми днями дома будешь? Да, я теперь буду заниматься домом и семьей Мам, ну это же полный бред От этого вообще свихнуться можно А придется привыкать, дорогая дочь Не ночевать же мне на улице Мам Мам Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Слушай, никогда ничего подобного не ел. Клянусь тебе, Заяц, даже не подозревал с тобой таких способностей. Ты еще о многом не подозреваешь. Ну-ну, не пугай, не пугай. Кстати, чуть не забыл о страсти. У меня завтра командировка. Надолго? Дней на десять, не меньше. Что за командировка? По работе в Таиланд. В Таиланд едут за развлечениями? Ну, кто за развлечениями, а кто и по делам. Так что утром висички в руки и в аэропорт. Странно это как-то все. Ну, вот начинается. Заяц, у нас с тобой начинается новая жизнь. Неужели ты не заметила? Любовь, пирожки. Не хочу. Семья. А можно я тебя провожу? Заяц, я когда-нибудь провожал тебя на гастроли? Один раз. Вот, один раз. А у меня же не гастроли, у меня серьезная встреча на самом высоком уровне. Ну, там целая группа. Мы собираемся у офиса, и оттуда мини-вэн в аэропорт. Вот так. Кира, а как я буду здесь одна? А ты не одна. Ты с ребенком. Ты чего, глупенькая? Ну, все, все. Разве я могу вас применять на кого-нибудь другого? Ну, все. Угу. Здравствуйте. 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 Вы ко мне? Да, к вам. А, я вас вспомнила. Хотите снова пригласить на съемку? Нет, хочу поговорить. После шутки на телевидении мне с вами не о чем разговаривать. Даш, подождите, пожалуйста. Речь не будет идти о телевидении. Я хочу поговорить с вами о вашем муже. На самом деле ситуация гнуснейшая, и не я инициатор встречи. Зачем тогда пришли? Черт его знает. Лучшая подруга попросила. Уж не Марина ли? Интуица вас не обманывает. Марина не только моя непосредственная начальница, но и подруга. Я посвящена практически во все ее проблемы. А можно вопрос? Да, конечно. Скажите, а что произошло тогда на телевидении? Даш, над вами пошутили. А точнее сказать, подставили. Неужели та самая Марина? Да, та самая Марина. Вообще-то вас звали на серьезную программу, Марина же решила пошутить. Причина? Причина ваш муж. Как вас? Наталья. Наталья. Знаете, мне абсолютно неинтересны рассказы о банальных похождениях моего мужа. Тем более истории о проделках его пассии. Неинтересны. Копайтесь сами в этой грязи. Подождите, пожалуйста. Одну минуту. Буквально три нюанса, и я уйду. Первое. Сегодня утром ваш муж улетел в Таиланд, так? Допустим. Так вот. Ваш муж улетел в Таиланд с Мариной. Второе. А Марина беременна. И это, как вы понимаете, несколько усугубляет ситуацию. И третье? Третье? Пока их нет, вам нужно принять решение. Какое решение? Как дальше жить? А вариантов много. Забрать дочь, поменять замки на дверях. Наташа, какую цель вы преследуете, говоря мне весь этот бред? Хорошо. Я скажу вам. Даша, когда-то я жила с вашим мужем. Потом Марина его увела. С тех пор я их ненавижу, обоих. И не нахожу себе места. Вы думаете, я после этого места найду? Сомневаюсь. А если это все вранье? Вы можете убедиться в этом, встретив их в Полково. И вот еще. Будет желание приезжать. Гляньте на мою дочку. Одно лицо с вашим мужем. Гляньте на мою дочку. Начнем. Падрешки, паварешки, сувенирчики. Подходим, покупаем. Здравствуйте. Простите, а Владимир, фокусник, он отлучился? Дня три его не вижу. Что-нибудь случилось? Бог его знает. Может, сорвался по этому делу. Дело-то такое. А у вас нет его телефона? Нет, девушка. Такими вещами мы здесь не делимся. Каждый. Автономно. Да вы заходите через день-другой. Деваться ему все равно некуда. Это единственное место, где он спросит. Хорошо. Спасибо. Так. Рассказывай. Сама не поняла. Поссорились? Хуже. Он меня бросил. Тот, который на машине? Да. Год был со мной, а теперь к Нонке Васильевой перебежал. Ничего страшного. В твоем возрасте такое случается почти с каждой. Ничего страшного? А если бы тебя папа кинул? О, папа. Папа – это папа. У него семья. Он муж и отец. А если ему плевать, что он муж и отец? Влюбится в какую-нибудь котлету? Ищи его потом. Так, я не хочу сейчас об этом разговаривать. Давай мы лучше решим, как поступить с твоим парнем. Может, он вообще все это сделал тебе назло? Я не знаю. Мне все равно. Я-то его люблю. Я как представлю, что он с другой. Меня аж все клинит. Ну, хочешь, я с ним поговорю? Я объясню ему, что для тебя это серьезно. Что ты к нему серьезно относишься. Что это травма. Что ты любишь его. Мама, ты так говоришь, как будто так нам долдонила бисектриса в школе. Дети, будьте внимательны друг к другу. Не обижайте младших. Находите с ними общий язык. Мир и дружба во всем мире. Может, у меня не те слова, но ты моя дочь. Я всегда рядом. Ну, скажи, что мне сделать? Я на все готова. А ради себя ты на все готова? Не знаю. Можно честно? Конечно. И врать не станешь? Не стану. Ты любишь папу? Очень. А если он тебя не любит? Почему ты так думаешь? Я спросила. Настюша, у нас все хорошо. Особенно сейчас, когда я не работаю. Я буду больше уделять внимание папе и тебе. У нас вообще все просто замечательно. А по-моему, у нас все совсем не замечательно. Ты знаешь, что я всегда любила папу больше. Он и дома чаще бывал. И вместе отдыхали. Но теперь я начинаю тебя понимать, как женщина. И даже сочувствовать. Сочувствовать? В чем? Папа сейчас в Таиланде? В командировке. По работе. В командировке. По работе. А тебе известно, что у него есть другая женщина? С чего ты взяла? Я видела. Однажды пришлось два часа в комнате просидеть, пока они закончат свои дела. Он приводил ее домой? Представь. А может, ты врешь? Не вижу смысла. Я их сфотографировала. Когда они выходили из подъезда. Мам. Мам. Все, мам. Ладно, мам, я наврала, всё. Я это со злости, мам. Я от обиды. Мам, 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 всё, тихо-тихо. Мамочка, мамочка, если папа такой, то я с тобой буду, слышишь, мамочка? Я тебя очень люблю. Мам, мам. Всё, тихо-тихо. Мамочка. Всё, всё, всё. Тихо-тихо. Мамочка. Всё, всё, всё. Да ничего, нормально. Слушай, меня сейчас так Марья Павловна читала. Говорит, что я не размялась, про это вообще ничего. Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Кому, барышня? Здравствуйте, я артистка, я здесь танцевала. Фамилия? Крымская. Нет такой здесь. Ну, меня недавно уволили. А тут каждый день кого-нибудь увольняют. Ступайте себе с Богом, девушка. Ступайте. Серёжа! Привет. Привет. И по делу? Я вот пришла, меня не пускают. У нас аврал. Мамка добилась сцены в фестивальном, поэтому все на рогах. Будем репетировать до посинения. Ну, может, у тебя будет хотя бы полчаса. Не минуты, Дашуль. С минуты на минуту мамка нагрянет. Нужно переодеться ещё. Серёга, ну... Здравствуйте. Наша новая прима. Светлана Баринова. Очень приятно. Значит, ты занят? Убегаем. До свидания. Юлька, привет. Привет. Ты где? А ты где? А я на служебном. Сейчас бьем. Давай, я жду. Ага, правда? Да. Ташка! Привет. Слушай, мамка распорядилась. Посторонних не пускать. Озверела окончательно. Ой. У Серёги Беглова новая опасения. А, заметила? Новая прима. А, губы раскатал. Слюни пустил, глаза закатил. Мамка этого не простит. Вытурит дурочку в щитной. Вам дали фестивальный? Мамка чудом продавила. А ты? Мимоходом? Или тоска грызёт? Мимоходом. Ага. Считай, что поверила. Да. Звонила Кириллу. Моему Кириллу. Зачем? Да не твоему. На кой мне твой козёл нужен? Другому Кириллу. Который на Ягуаре. Ну, в тот же вечер позвонила. Как взяла у тебя номер? Ну, была послана с... Грубо? Мягко, но решительно. Они интересовались исключительно вашей персоной. Где она? Почему сама не звонит? Почему дала вам номер? Слушай, редкий дуболом. На него баба рогом прёт. А он в веночки из цветочков вяжет. Значит, запомнилась. А чем я хуже? Молодая, красивая, стройная. Не дура. Хватай, люби, бери замуж. Так нет же. Болтаюсь, как охотник на медведя в пустыне. Медведи передохли, а песка навалом. Так, всё. Всё, побежала. Мамку весь засечёт, растопчет. Да. День рождения не зажми. Брякнух, отметим. Всё, пока. Пока. Срочно приглашай на репетицию. Пока. Повторяю, что сомнит нам в порядке музыкальный коллектив. Срочно приглашать на репетицию. Ну, пойдём. Всё, давай. К нам заходила. Мимоходом. Врёшь. Поди ноги сами несут. Не находишь, не найдёшь успокоения. Это как болезнь. Переболею. Вряд ли. Ты уже почти в коме. Глаза выдают. Зеркало давно на себя смотрела. Вы, наверное, торопитесь. Вас там артисты заждались. Забудь прошлое. Его больше нет. Попробуй начать всё сначала. А в ансамбле тропинку не топчи. Там все места заняты. И моё в том числе. Удачи, детка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТЕ News ТЕВО紾, ТЕКО, ТЕРВЕ d away they say, rarely noMm-TON, ненавте Тадзи, но hey,eri, tikt 감, тихо... страдать. Неужели не с кем? Вообще-то есть с кем. Только не хочется. Ну, я же говорю, понарушку. Есть один мужчина, по-моему, очень интересный. Бывший циркач. Ну, так закрути с ним. Потом бросишь. С таким закрутишь. Потом черта с два отцепишься. Познакомить можешь? Познакомлю, если разыщу. Настюш, скажи мне, у тебя правда был привод в милицию? Да, папка заложил. Перебрали немножко пива с девчонками. Пошумели, погудели, а тут менты. Часто пьешь пиво? Да вообще не люблю. Потом изо рта пахнет, как из газонализатора. Да и Валерик шлепает по губам. ругает. Правильно делает, что шлепает. Настенька, обещай, что ты всегда будешь говорить мне правду. Обещаю. Хорошо, что ты не ругаешься, а вот так просто со мной разговариваешь. Я этого боялась. Пойду гляну. Здрасте. Здрасте. А Настя дома? Дома. Можно её? Можно. По-моему, это твой Валерик. Дятел. И чего он? Может, выйдешь? Даже не подумаю. Пускай он к своей кошелке валит. Я бы на твоём месте вышла. И что? Извини, дорогой, что наставил мне рога. По-моему, он хочет помириться. Мама, печень ты со своими дурацкими советами. Нет, если ты, конечно, очень хочешь, я могу выйти. Но ты об этом пожалеешь. Мамочка. Он говорит, что всё это назло, чтобы меня досадить. Теперь стоит, чуть не плачет. Видишь, я же тебе говорила. Ну, ты же умная, я дурочка. А тебе он понравился? Угу. Очень. Да, он классный. А можно мы немножко погуляем? Ты не обидишься? Не обижусь. Иди. Только позванивай. Конечно. А насчёт папы мы с тобой обязательно поговорим. Я обещаю. Угу. Пока. Слушаю. Здравствуйте, Дарья. У вас есть пара минут? А кто это? Помните мужчину на голубом ягуаре? Кирилл Трифонов. Кирилл второй. Спасибо, что вспомнили. Угу. А откуда у вас мой номер? Юлька дала? Нет. У меня другие источники. Мне бы крайне важно с вами встретиться. Есть разговор. Какой может быть разговор, если мы с вами совершенно не знакомы? Всего десять-пятнадцать минут. Это крайне важно. Когда? В любой день. Можно сегодня. Я подъеду, куда скажете. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Что водите? Кофе. Пена. Для лёгкости беседы? Нет. Скорее, для удаления жажды. Убедили. Бокал белого и кофе тоже. Бокал белого и кофе. Пожалуйста. Спасибо. Что? Жизнь всё-таки любит преподносить сюрпризы. Ну и какой сюрприз она вам преподнесла на этот раз? Нам. Нам? Скажите, ваш муж сейчас дома, он никуда не уехал? Спасибо. Пожалуйста. Мы что, будем разговаривать о моём муже? В какой-то степени. Вы с моим мужем знакомы? С ним знакома моя дочь. Дочь? Её зовут Марина. Пожалуйста. Ничего удивительного Он мужчина молодой, симпатичный У него должны быть знакомые женщины И по работе, и просто так Помните ваш визит на телевидение? Очень даже помню И особенно ту шутку, которую надо мной сыграла девушка по имени Марина Это была моя дочь А чего же вашей дочери так захотелось надо мной подшутить? Потому что ей нравится ваш муж Я это уже знаю Какие вопросы ко мне? Честно говоря, я в растерянности Не знаю, как поступить Как поступить? Разбегаемся И каждый копается в своем огороде Погодите, Даша Я бы не хотел расставаться на такой ноте Вы полагаете, у нас должно быть какое-то продолжение? Я не исключаю такую возможность То есть, возможен ченч Мой муж с вашей дочерью, а я с вами Почему бы нет? Тогда бы ситуация разрешилась не только мирно, но и полюбовно А у нас уже любовь? Пока нет Но поверьте, я испытываю к вам Глубокий и искренний интерес А у меня взрослая дочь Вы готовы ее принять? По некоторым слухам, Марина тоже ожидает дочери Так что, обмен будет совершенно равноценным Да, действительно Жизнь любит преподносить Сюрпризы А я что говорю Кирилл первый и Кирилл второй Будем кумекать А это чтобы вы не думали, что я вам что-то должна До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давай проходи уже Нечего ведь мне людей народ отгонять Гажданочка! Не узнаете? Теперь узнала Посланница Вот эта штучка мне нравится Приходил Володя, ну фокусник Делил передачу лично С ним все в порядке? Было бы все в порядке Он давно бы здесь фиником мозги крутил Радикулит его долбанул С палочкой ходит, еле ползает Но, впрочем, сильно интересовался вами Спасибо Ну что, брать-то будем, нет? Ну я подумаю Да Привет Боже, я сейчас сойду с ума Неужели вы? Я? Я не верю Клянусь, я не верю Я сейчас или рассмеюсь, как идиот Или расплачусь, как скотина Вы где сейчас? Я недалеко от вашего перехода Я вас жду Прямо сейчас? Нет, немедленно Ну, немедленно не обещаю Но наберитесь терпения Называйте адрес Валерная 7, квартира 12, 3, 2, 3 Хорошо Да, ну, немедленно Да, ну, немедленно А, ну Встреча фронтовых друзей Или родственников, потерявшихся на просторах родины Это вам Прошу Проходите прямо Здрасте Здрасте Пошли Здрасте Прошу Прямо по коренеру Хорошо Здрасте Добрый день Очень приятно А мне как приятно, Татьяна Ивановна Да я уж и вижу А я не скрываю Проходите А что у вас со здоровьем? Ничего, все нормально Ну, вы с палочкой? А, для форса У меня новость И не просто новость, а потрясающая новость Мое второе рождение Не догадываетесь, о чем я? Нет, я пока еще не поняла Меня Снова пригласили В цирк Я согласился Вот Официальное письмо И договор Но ведь вы на пенсии Сам не понимаю Разыскали, позвонили Даже извинились За что? Ну, я же рассказывал Ну, там я Я ушел со скандалом Не принял договора О работе со страховочной лонжей Я понимаю, это очень опасно Когда внизу темнота А в глаза только ослепительный прибор Но зато кайф А теперь этого страха нет? Ну, почти Я его переборол Я работаю над собой Хотите, я продемонстрирую? Прошу Браво 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 Я не могу без цирка Безумно хочу вернуться на арену А разве вы не хотите вернуться на сцену? Конечно, хочу Но я боюсь, что это невозможно Вы не правы Надо очень хотеть Все получится Надо взять себя в руки Я ушла И даже никто и не заметил Будто бы меня и не было в коллективе Позвонят Вспомнят Надо только верить И никого не слушать Верить самой себе И все будет хорошо Извините Да, дочь Мам, ты где? Я в гостях Дома скоро будешь? Думаю, через час А можешь попозже? А что случилось? У меня Валерик Только не наделай глупостей Мам, ты совсем? Какие глупости? Сидим, играем в компьютер Настя Я надеюсь на тебя Мам, я тебя люблю Пока Что? Смотрю, я любуюсь Вам есть с кем Поговорить Нежный и трогательный разговор с дочерью А у вас нет детей? Бог нету Но жена-то была И не одна И все уходили Не сошлись характерами? Со мной, да С другими, мгновенно В цирк на меня придете? Если пригласите Уже пригласил Только без цветов Почему? Ассоциации Одна знакомая Приперлась на представление С букетом алых роз Я из-под купола Зевнул на них И что-нибудь было не сорвался Вы сейчас поцелуете меня один раз И я уйду Я не стану этого делать Почему? Я попросила Я боюсь вас потерять Боитесь или не хотите? И то, и другое Мне уйти? Я вас не пущу Угу 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 Субтитры создавал DimaTorzok Ой, это муж. Тише, тихо. Да. Привет. Здравствуй, дорогой. Как ты? Хорошо, а ты? Я прелестно. Лучше не бывает. Тише. Ты выпила? Я нет, я как стеклышко. А по-моему, выпила. Ты где? Я у мужчины. Она у мужчины. Представляешь, я попросила его поцеловаться, а он не решается. Заяц, ты разыгрываешь меня? Не, ну что ты, я могу передать ему трубку. А я не хочу с вами разговаривать. Он не хочет с тобой разговаривать, извини, дорогой. По-моему, ты сходишь с ума. Не, ну что ты, ну каждый, прости, каждый сходит с ума по-своему. Вот, ладно, милый, скажи, когда ты из Бангкока вообще? Постараюсь, к твоему дню рождения. А не торопитесь. Подожди, хочешь я тебя встречу? Не вздумай. Хочу с сюрпризом. Ну понятно. Хорошо, пускай будет с сюрпризом. Ладно, милый, целую тебя, пока. И я целую. Что он сойдёт с ума? В Бангкоке. Все, все, хватит. Вот сейчас, вот теперь, мы можем выпить по рюмке чая. 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 И все. Ага. Так. Так. Ваше здоровье. Ваше здоровье. Кто там? Натюш, это я. Мам, ты чего? Ты не одна, у тебя гости. С чего ты взяла? Я сейчас. Ага. Видишь, одна. Никого нет. Валерий ушел? Да, давно. Папа звонил. Мне тоже. Сказал, что через два дня приедет. К моему дню рождения. К какому дню рождения? К моему. У меня через два дня день рождения. А, прости, забыла. Отметим? Конечно. Всей семьей. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Добрый вечер. Добрая ночь. С наступающим. Днем рождения. Я думаю, шкаф не самое удобное место для твоего молодого человека. Да. Слушаю. Это Наталья с телевидения. Ваш муж и моя начальница послезавтра прилетают из Бангкока. Всего доброго. Благодарю. Уважаемые пассажиры. Прибыл самолет УС-532. Авиакомпания «Транс Аэро» из Бангкока. Мое почтение. Тоже решили встретить. А вы? Меня об этом попросили. А меня не просили. И тем не менее. И тем не менее я здесь. Как-никак любимый муж приезжает. Здесь может остаться кто-то из нас двоих. Боитесь скандала? И боюсь. И не хочу. А скандала не будет. Я только познакомлюсь с вашей дочкой и уеду. Я не буду встречать. Боюсь сорваться. И наделать глупости. А как же они, бедненькие, доберутся? Как к услугам всегда есть такси. Я буду ждать вас. Дождетесь. Ну и вот, когда мы возвращаемся, мы постоянно вписываемся в одно и другое. Ку-ку. Здравствуй, любимый. С возвращением домой. Это тебе. Да, конечно. Лучше твоей спутницы. А почему ты здесь? Тебя встречаю. Ты не рад? Я не просил встречать. А я решила преподнести сюрприз. Представь, пожалуйста, свою спутницу, Кирюша. М-м-м. Растерялся. Кто вы, очаровательная девушка? Марина. Дарья. Так вы, ко всему прочему, еще и сослуживица моего мужа. Ну, в какой-то степени. У вас была общая командировка? Можно сказать и так. А я всего лишь верная жена. Хотела прихватить с собой еще дочка, но та не смогла. Учеба. Может, тебя на минутку? Ну, на минуточку. А как же Марина? Я подожду. Хорошо, извините. Любимый муж просит, жена должна подчиняться. Извини. Что ты здесь устроила? Что, ничего особенного. У меня сегодня день рождения и решила преподнести себе подарок. Встретить мужа. Объясни, что за спектакль ты здесь устроила? Спектакль? В чем? Да в том, что здесь произошло. А что произошло, любимый? Просто жена решила встретить любимого мужа. Или ты меня больше не любишь? Прекрати. Кира, ну что с тобой? Ты поставила меня в неловкое положение. Это девушка. Сотрудница моей фермы. У нас с ней была деловая поездка. Угу. Это видно. И по тебе, и по ней. Что ты еще от меня хочешь? Забираем вещи и едем домой. Там ждет нас дочь. Значит так, или ты немедленно уезжаешь, или это будет последний наш разговор. Никуда одна я не поеду. Едем втроем. По дороге поговорим. Слушай, Заяц. Ну, глупая идиотская ситуация. Ссоримся же на пусту. Поступаем следующим образом. Я провожаю Марину. Возвращаюсь. И едем с тобой домой. Что-то непонятно? Все понятно. Дальше надо. Дальше надо. Пойдем. Дальше надо. Дальше надо. Да, дочь. Пап, что за шутки? Мы торчим, как пришпиленные в этом свинарнике. Вертим головами. Ты где? У меня проблема. С полдороги завернули в Смольный. Пап, у тебя всегда все на выворот. Раз в году мог бы без сюрпризов? Тут какая-то сумасшедшая налетела на Кирилла. Какая сумасшедшая? По морде съездила. За что? Потом расскажу. Ты, главное, не нервничай. Тебе это вредно. Постараюсь. Дурацкая заваривается комедия. Вы любите свою дочку? Безусловно. С тех пор, как не стало моей жены, я посвятил жизнь ей. Вы, оказывается, вдовец. Уже почти пять лет. Замечательно. Я вам нравлюсь? Я уже говорил очень. Марина знает об этом? Пока нет. Вы готовы ей сказать? Смотря как будут развиваться события. То есть вы еще не готовы на решительный поступок? А вы готовы? В этой ситуации вполне. Я готова расстаться с вашим тезкой, забрать Настю и перебраться к вам. Вы живете в квартире или за городом? За городом у нас большой дом. Я так и подумала. Марина с моим мужем остаются в квартире, а мы с дочкой перебираемся к вам. А как на это отреагирует ваш муж? Он будет счастлив. Он любит Марину. А Марина? Она тоже будет рада. Все решится без шума и без скандалов. Со временем вы построите им еще один большой загородный дом и образуются две новые счастливые семьи. Вы меня или испытываете, или валяете дурака. Ни то, ни другое. Я просто посылаю вас к черту. Высадите меня. Мы еще не доехали до города. Тем более, начался дождь. Высадите немедленно. Иначе я вам такое устрою. Вас обвинят в попытке изнасилования. У вас ведь сегодня день рождения. Вы хотите меня поздравить? Да, вот мой подарок. Это лишнее. Спасибо. Я сегодня уже получила свое. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Мамочка, привет. Папа приехал? Приехал. А чего за тобой не пришел? У него дела. Иди сюда. А? Это Валера. Мне кажется, мы уже знакомы. Мам, ну ты что, будешь всю жизнь меня-то вспоминать? Ладно, ищай. Все. Очень было приятно познакомиться. Мне тоже. Красивый, правда? Красивый. Настенька, мне нужно с тобой поговорить. Насчет Валеры? Он тебе не понравился? Нет. Насчет папы. А. Ну? Что этот козел опять натворил? Настя. Нельзя так об отце. Но он же что-то натворил. Натворил. Он Насте вернулся не один, а с женщиной. С той самой? С этой кочергой? Они вместе отдыхали. Я поехала в Пулково и все видела. А он? Он тоже тебя видел? Да. Мы даже с ним поговорили. С этой кошелкой ты тоже разговаривала? Нет, только переглянулась. Что делать, доченька? А домой он приедет? Без понятия. Пока остался в аэропорту. Значит так. Запираем дверь и не впускаем его. Пусть едет вон к своей чувырле. А мой день рождения отменить? Мы что-нибудь придумаем. Настенька, мне нужно с тобой поговорить. Насчет Валеры? Он тебе не понравился? Нет. Насчет папы. А. Ну, что этот козел опять натворил? Настя. Нельзя так об отце. Но он же что-то натворил. Натворил. Он, Настя, вернулся не один, а с женщиной. С той самой? С этой кочергой? Они вместе отдыхали. Я поехала в Пулково и все видела. А он? Он тоже тебя видел? Да. Мы даже с ним поговорили. С этой кошелкой ты тоже разговаривала? Нет, только переглянулась. Что делать, доченька? А домой он приедет? Без понятия, пока остался в аэропорту. Значит так. Запираем дверь и не впускаем его. Пусть едет вон к своей Чувырле. А мой день рождения отменить? Мы что-нибудь придумаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папа? Не знаю. Посмотрим. Если что, я у себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Могу войти? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настенька, доченька, папа вернулся. Иди встречай. Не слышит. В наушниках, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеюсь, ты ей ничего не рассказала? Сказала. А зачем? Девочка уже взрослая, должна разбираться в каких-то вещах. Ну ты, мать, даешь. Ты удивлен? Ты впутываешь ребенка в эту катавасию. Зачем? Думаешь, я буду делать вид, что ничего не произошло? А что произошло? Что произошло, Заяц? Увидела рядом со мной какую-то девицу, устроила скандал, дала по морде. А за что, кстати? По какой причине? У тебя по выходу на пенсию окончательно сносят крышу. С приездом. Пап, ты или ложись спать, или уходи. А маму оставь в покое. Что ты сказала? То, что слышал. Лучше бы маму с днем рождения поздравил. А я готов. Я ради этого-то и спешил домой. Домой. Да не к нам. А может, действительно, отметим твой день рождения, а потом поговорим? О чем будем разговаривать? Я подарки привез. Ну, у тебя есть кому их отдать? Ну, как знаешь, любимая. Почитай на досуге. Тут о нравственности и о том, кто и где проводит свободное время. Взгляни, взгляни. Угу. Алло. Дашка, привет. С днем варенья, подруга. Ты где? Дома. В семейном кругу? Угу. Сидим на балконе, отмечаем. Выпиваете, что ли? Выпиваем, болтаем, грустим. А, а может, я прискочу, а? Нет, уже поздно. Как-нибудь в другой раз. Надо знать, дорогая. Ладно, давай, пока. Добрый вечер, не помешал? Кому? Бам-с. Помешали. Позвольте присесть. Вы с выпивкой? Хотите глотнуть? Садитесь. Благодарю. Минуточку. Из горла не буду. Я предусмотрел. Отсоса. Коньяк. На здоровье. Спасибо. А закусить? Увы, только рукавом. Вы проживаете поблизости? За городом. А здесь как оказались? Судьба. А вдруг это действительно судьба? Ваше имя, сударь. Допустим, Роза. Очаровательно. Дивно. Яков Матвеевич. Вы, Роза, замужем? Яков Матвеевич. Уже нет. И как давно? С сегодняшней ночи. Скажите, вы любили своего мужа? Было дело. Держи, рыба. На тебе. Я так же. Надо, надо выпить. А то задохнусь от боли. От этой проклятой обиды. Вы знаете, мы прожили почти 20 лет. Знаете, такое тоненькое, изящное, трепетное создание, на которое, на которое боязно было даже дыхнуть. И вот постепенно это создание превращается в грозное, ненасытное, вечно недовольное животное. Тяжелая посыпь. Громовой голос. Нечеловеческая охватка. Вы знаете, я по профессии физик. Ученый. Матька. Матька. О, где ты, а? Выходи, ему я тебе говорю. Выходи. Это она. Гаргона. Ищет. Вы меня простите. Вы меня простите. Не приведи Господи. Увидит меня с вами. Все. Ни вам, ни мне. Живыми отсюда не уйти. Итак, Розочка. Вы меня еще раз простите. И вы меня не видели. Меня здесь не было. Не выходит. Найду ведь. Вот я. Найду. Найду. Ой, мой. Годензишка. Мои слезы, Наза он опустил. И понял, что на реке. Мне сердце подрубил. И понял, что на реке. Мне сердце подрубил. Даша, а я как раз о вас думал, что-нибудь случилось. С чего вы взяли? Мне показалось, голос грустный. А вы где, Владимир? За городом. У нас здесь репетиционная база, и я готовлюсь к выступлению. Я приеду к вам. Прямо сейчас? Но уже ночь. Вы хотите меня видеть? Очень хочу. Ну, как вы доберетесь? У меня сегодня день рождения. Нет, 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 не нужно, я сама. Называйте адрес. Потрясающе, не поверишь, просто накрыло всех, весело было, просто очаровательно. Вечер был саполирован на блеск. Пошли, пошли. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Здорово. Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Володя, я уже еду. Нет, все хорошо, вагон пустой. Хорошо, я когда буду подъезжать, позвоню. До встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, сейчас, падай, давай. Длинно. Короче, я просыпаюсь, у него вот такая рожда, я начинаю бить ей прям в нос. Я говорю, просыпаюсь. Чудач. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, давай. Помнишь, ты это расскажи? Чего там? Я просыпаюсь, а у меня, оказывается, в соседней комнате тёпкая. Ага, да-да-да-да-да-да-да. Я думаю, откуда вообще, откуда это всё берётся? Тёть, чего там сидишь, грустишь? Давай к нам? Давай, здесь не трогайся, старый. Здесь, вон, есть посвежее. Полозочка сидит. О-о-о. Встала. Бой, мертвейший. Ну что, давай. Ну что, подвалим? Ага. Мадам, вы не желаете присоединиться к нашей дружной компашке? Спасибо, мне здесь не было. Здесь неплохо, а с нами веселее. Не брезгать. Душка. Не надо меня руками. А чем, ногами? Пусти. Ты чё, чё ты обрекаешься? Да гордо видно. Пусти. Мадам, мы ничего не сделаем плохого. Посидим, выпьем. Музыку попоём. Let's go. Let's go. Пусти. Ноги убери. О-о-о! Поехали. Поверь, спасили. Прямая, куда и? Оп-то. Прямая, какая. Пусти. 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 Держи ее! Ну, куда пошла? Держи ее! 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 Эй! Тузик! 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 Молодец! Молодец! Тузик, иди сюда! Будешь Тузиком! Тузик, иди сюда! Тузик, иди сюда! Тузик, иди сюда! Мне в город. Только у меня денег нет. Ну, ну не ты не надо. Все равно по пути. Я с собачкой. Ну ничего, тогда же веселей. Поехали. Тузик, вперед. Меня Петр зовут. Очень приятно. Дарья. А собачку? Не знаю. Тузик, наверное. Приблудный, что ли? Нет, не совсем. Просто нашелся. Видать, все хорошо погуляли. Почему? Не знаю, заметно. Вот салфетки возьмите. Спасибо. Торопитесь домой, чтобы от родителей не влетела? От мужа. От мужа? Вы замужем? А вы что думали? Я девушка? Ну, не знаю. Лет 20-22, не больше. Спасибо. А вам сколько лет? Старый уже. 25. Все на работу не могу устроиться. Вот опять сейчас тащусь на собеседование. А что, трудно устроиться? Ну, не знаю. Кому как. Мне, видимо, трудно. Похоже, я и впрямь непутевый. Сами понимаете, что непутевый? Да нет. Не я понимаю. Другие понимают. Жалостливы не в меру. Устроюсь куда-нибудь на работу. Начну кому-нибудь помогать. Про работу забываю. Так вот и скачу с места на место. А, смотрите, как бы из-за меня сегодня не опоздали. Да нет, ничего. Время еще есть. Успи. Ко мне сидеть. Вот, возьмите. Это мой телефон. Вдруг понадобились? А я рядом. К тому же бесплатно. Спасибо, Петр. До свидания. Всего доброго. За мной. Пошли. Пес. Тузик. Не дрейфь, Тузик. Всех победим. Пошли домой. Молодец. Нашел нужную дверь. Давай. Вперед. Сидеть. Ты откуда? С банкета. Тузик рядом. Похоже, день рождения был отмечен дружно. И весело. За мной, Тузик. Позвонить могла? Не могла. Мобильный кирдык. Ты себя в зеркало видела? Видела. Очень позонтно. У тебя вся рожа в крови. Умоюсь. Это откуда чмо? Со мной. Подарок, да? Какой ты догадливый. Вперед, Тузик. Это теперь не трогай собаку. Слушай, ты. Ты что творишь? Ты что вытворяешь? Ты пьешь, скандалишь. Болтаешься, черт знает где. Приносишь в дом всякую дрянь. Какую-то грязную собаку. Лучше грязную собаку, чем грязную девицу. Настенька. Иди-ка посмотри на свою мать. Нет, что здесь? Пусти меня. Давай подождем. Пусть и дочь полюбуется. Настя. Настенька. Вот взгляни. Пусти. Взгляни. Никаких слов не надо. Просто глянь и все поймешь. Мам, ты что совсем что ли? Ты встали. За мной, Тузик. Я хочу спать. Твою мать. Морда такая. Вот. Нравится, Тузик? Нравится морда? Какие мы красивые. Какая у нас шерстка. Какой ты славный. Офигеть. Королева Монако. Или принцесса тайских равнин. Слушай, ну просто сдохну от зависти. Потерпи недельку. Загар смоется. Работу прихватит. И стану, как все. Бледнолицей и замученной. Классно съездила. Съездили классно. Вернулись хреновато. А что такое? Полная вышла лажа. Нас застукала жена Кирилла. Где? В Пулково. Приехала встречать мужа. Он что, знал о дне прилета? Ничего не знал. Наверное, кто-то стукнул. Кто? Если бы я знала. Встреча была с мордобоем? С легким. Покасательный. А тебе не досталось? Слава Богу, обошлось. Ну, подумаешь. Получил по морде. Тут хотелось бы знать, кто стукнул. Да, мне по большому счету плевать, кто стукнул. Кто кому съездил по морде, плевать. А вот то, как на это отреагирует Кирюша, интересно. Может и обидеться. А может и озвереть. Ты так в нем не уверена? А ты была в нем уверена? Его даже не удержало то, что ты родила. А сама ты не собираешься рожать? Не знаю. Не решила еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тузик 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 Я вас не ждала Вы по поводу Марины и Кирилла? Нет Я по своему поводу Мне очень захотелось увидеть ребенка моего мужа Моего ребенка Простите Вашего Вон, видите? Кудрявая Это Машенька Нам уже почти три годика Возьмите Нет, спасибо большое Нам нельзя шоколад Знаете Я даже хотела привезти сюда свою дочь Зачем? Не знаю Может потому, что они родственники Смешно Они подумают, что вы пришли выяснять отношения Я все уже выяснила Одиночество, понимаете? Чего? Ваш? Нет, Настя Она по сути Очень одинокий человек Отец есть А вроде и нет Мать тоже А вдруг эти два существа найдут друг друга Найдут и когда-нибудь пригодятся Я вас не понимаю Я сама себя не понимаю А вы еще продолжаете дружить с Мариной? Да, продолжаю Боитесь потерять работу? Нет, не боюсь Во-первых, я очень хороший работник А во-вторых, Марина ближе мне, чем ваш муж Извините Я не знаю Нет 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 Обид? Нет 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 Кофе, чай. Апельсиновый фреш. Что желаете? Кофе и апельсиновый фреш. Хорошо. С тобой хочет сегодня встретиться отец. Что случилось? Ничего, просто хочет тебя видеть. Хочешь опять подставить? Не поняла. Ну, как тогда на телевидении мою жену? Пошел к черту. Не хочешь, не встречайся. Во сколько к отцу? Вечером. Вечером? Я вечером не могу. Семья. Да, семья. А что тут необычного? Что ты не знала, что у меня семья, что у меня жена, взрослая дочь? Для тебя это новость? Если можно, без крика. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Кстати, а ты не допускаешь, что твой отец знаком с моей женой? Откуда такие сведения? Есть некоторые основания. Смотри, его визитка. Откуда она у тебя? В квартире нашел. Мой отец знаком с твоей женой. А почему я об этом не знал? Уже знаешь. Когда это случилось? Когда твой благоверный сбежал с телевидения. Папе просто захотелось узнать, что представляет из себя жена его будущего зятя. Узнал? Не интересовалась. Но ты можешь узнать об этом из первых рук. Спросишь, он ответит. Я готов. Где он сейчас? Дома. Спасибо. Сдачи не надо. Сдачи не надо. О, а я ждал вас вечером. Ну, Мариша заинтриговала, не хотела оттягивать. Прошу. Марина, распоряжайся. Вы уже в курсе, что мы познакомились с вашей половиной? Да, но я хотел бы получить от вас некоторые разъяснения. Может, вы поговорите без меня? Да. А так будет лучше. Я так не думаю. Наш разговор в большой степени касается тебя, дочь. Поэтому наберись терпения и послушай. Как скажешь, папа? Понятно. Как я понял, вы познакомились с моей женой не случайно? Абсолютно случайно. Вам Марина разве не объясняла? Вам захотелось посмотреть на мою жену? Не только посмотреть, но и кое-что понять. А что именно? Я прям как на допросе у следователя. Нет, не следователя. Мужчина. Мужчина, у которого есть честь и достоинство. Благодарю вас. Да, и который испытывает определенные чувства к вашей дочери. Поэтому я бы хотел знать цель вашего знакомства с моей женой. Но поняв твою жену, папа лучше узнает тебя. То есть Кирилл Дмитриевич испытывает ко мне некоторое недоверие. Да, испытываю. Но не только недоверие, а кое-что еще. Что? Желание вас понять. Конечно. Во-первых, вы женаты. Пап, давай на этом остановимся. В остальном мы сами разберемся. Хорошо. Давайте оставим ваши проблемы и перейдем к моим. Сегодня мы с вами должны выработать некое соглашение. Какое соглашение? Принципиальное. Ситуация складывается таким образом, что ты, дочь, любишь моего тезку. Скоро у вас будет семья. А теперь представьте ситуацию совершенно с другой стороны. Почти зеркально. Представьте, что я влюбился в вашу жену, дорогой тезка. Не могу представить. Почему? Не могу, да и все. Это какая-то клиника. Или издевальцы просто. А что, если я действительно испытываю вполне и довольно сильные чувства к вашей жене? К вашей жене. И со временем намерен сделать ей соответствующее предложение. Значит, вы не исключаете, что она будет у вас жить? Наоборот. Я считаю это одним из основных условий нашего совместного проживания. Буду счастлив, если ваша дочь Анастасия будет тоже жить с нами. Пап, прекрати. Нет, подожди. Вы что, вы уверены, что она тоже любит вас? Я ей нравлюсь. А вы успели уже это выяснить? Да. Я не встретил вас в Пулково как раз потому, что отвозил в это время Дарью домой. А до этого увидел вашу встречу в аэропорту. Так, по-моему, папа нас просто разводит. Пап, ну это же шутка. Ну, признайся. Да нет, нет, нет. Кирилл Дмитриевич элементарно отшивает меня. Ну, просто устраивает вертушку. Семейный подряд. Да что ты несешь? Какую вертушку? Какой семейный подряд? Гнуснейший, гнуснейший подряд. Он с моей женой, а я с его дочерью. И как я должен на это реагировать? А если они понравились друг другу? Мариша, это подло. Это грязно, это шантаж. Да вы почти добились того, что желали. Я не принимаю ваш вариант. Не принимаю. Если это окончательно все, я, извините, вынужден покинуть этот дом. Не сходи с ума, Кирилл. С ума сходит твой отец. Попытайся объяснить ему, что такие шутки со мной не проходят. Я уже не маленький. Не надо мне устраивать экзамен на зрелость. Или дурак, или про хвост. Давай не будем делать глупостей. Этот вопрос не ко мне. Ко мне? Да, к тебе. К тебе и твоему папашке. Он не имеет. Не имеет никакого права спекулировать на святом. Святой это что? Прежде всего ты. Дальше. Ты прекрасно понимаешь, что дальше. Не понимаю. Растолкуй. Я... Я полюбил. Понимаешь? Полюбил. Искренне, бескорыстно. А вы же сейчас унизили, уничтожили, растоптали. Все сказал. Растоптанный. Нет. Нет, не все. Если ты взвесишь, проанализируешь услышанное, я готов встретиться, выслушать. И, возможно, простить. Простить. Да, простить. Хорошо. Я подумаю. Счастливо. Ну, привет. 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 Давно ждешь? Ну, примерно час. Вот, держи. А, подарки. Угу. А вот, вот еще тут. Тут пятьсот баксов. Материальная помощь? Ну, да. Может, все-таки поднимешься наверх? На дочку свою глянешь? Уже разговаривает. Послушай, прекрати ее. Что прекрати? Разговоры эти. Чья дочь? Зачем дочь? Почему дочка? Знаю, наслушался. Прекрати. Будешь другим мужичкам макароны на опухи вешать. Что ты сказал? То, что слышала. Ну, ты и дрянь. Убери все это и катись отсюда. Хочешь зарядить скандал? Я хочу, чтобы сгрев все это и свалил. Тебе не стыдно, а? А тебе не стыдно? Нет, не грамма. Приехал, торчу тут под твоим долбаным подъездом. Под этим дождем. Укорячился под соседскими зенками. И вот такая благодарность, да? Кирилл, ты вообще что ты говоришь? Какая благодарность? За что? Да хотя бы за то, что остаюсь человеком, несмотря ни на что. Это ты себя человеком считаешь? Да. Семью развалил, меня надул. Теперь за Маринку взялся. Уйди отсюда. А вот здесь стоп. Здесь особый разговор. На эту территорию не соваться, не сметь. Деньги даю, помощь оказываю, внимание уделяю. Остальное не трогать. Посмеешь еще когда-нибудь заикнуться о Марине, будешь там сплетни крутить вокруг нее, пожалеешь, разотру, уничтожу, со мно. С работы вылетишь. Не смеять. Денег не дам. Ты за этим приехал, да? Да, за этим. И запомни, это не шутки тут тебе. Тут все серьезно и опасно. Здрасте, Наташа. Покупайте куколки. Давай, Горубка, выбирай. Покупайте куколки. Здрасте. Покупайте. Можно я тут передышку с вами? Куколки. Куколки. Хорошие куколки. Молодой человек. Молодой человек. Покупайте куколку. Красивые куколки. Покупайте. Пирожки. Покупайте куколки. Пирожки. Домашние пирожки. Покупайте. Красивые. С горогом, с мясом, с капустой, сама пекла. Подходите, покупайте домашние пирожки. Плохое место выбрала. Что? Я говорю, место выбрала плохое. Почему? Как почему? Потому что ты здесь самая крайняя. Вот, сдачи, держи. Всего хорошего. Что, мне уйти, что ли? Цветочки свежие. Поздно. Уходить-то ты уже не можешь. Вон, крокодил Гена идет. Куколки. Покупайте куколки. Для мальчиков, для девочек. На любой вкус. Плевать. Для женихов и для невест. Для бабушек. Пирожки домашние. Покупайте пирожки. Сама готовила. Берите пирожки домашние. Домашние пирожки с творогом покупайте. Очень вкусные. Сама пекла. Подходите. Домашние пирожки. Городчик возьми. Великий помидорчик. Не турецкий, а наши? Азербайджанский? Да нет, кубанский. Кубанский с капустой и с творогом. На салатик садись. С творогом с мясом с капустой. Здравствуйте, Геннадий Банк. Здравствуйте. Как и ваше здоровье? Здравствуйте. На здоровье вроде не жалуюсь. А вот с остальным хреновато. Пирожки с мясом. Покупайте пирожки с мясом, с капустой, с творогом. Вот это для дочки. Пусть порадуется. Может, другую, а? Давай, давай, не жадничай. Давай. С творогом, с мясом недорого. Берите пирожки домашние. Пирожки с мясом, с мясом, с мясом, с мясом, с творогом, с капустой. Вот съедобно. А лицензия имеется? Лицензии нет. А, а это криминал. Тем более с таким товаром. Какой криминал? Я же... Что? Ты товар какой продаешь? Съедобный. А в нем что может быть? Что? Зараза какая-нибудь кишечная. Это раз. Да? Недоброкачественный товар. Два. Ну, взять хотя бы то же мясо. И три. Это отрава. Какая отрава? Ну, какая отрава? Ну, товарищ... Геннадий Иванович. Геннадий Иванович. Какая отрава? Ну, вообще, муж сегодня утром ел. Дочка взяла эти пирожки в школу. Я соседей угощала. Да, да. Вот вы едите, и ничего с вами не случилось. Живой? А, это пока. А через час-другой потом внимательно слушай похоронный марш так. Что, раз на месте будем платить? Или в отделение пойдем? У меня нет денег. Не наторговала еще. Ну, значит, в отделение. Обезьянник. Ну, как? Ну, я... Я... Геннадий Иванович. Ну, слушайте, Геннадий Иванович, я вообще... Я... Я артистка. Ну, пожалей ты ее. Ну, посмотри же. Да, все артисты. Жаль, только ни одного нормального еще не попалось. Так, все. В отделение испоешь. Ты спляшешь? Идем. Давай-давай. Слушайте, Геннадий Иванович, подождите. У меня... У меня вообще-то есть деньги. О-о-о. Сколько? Мне вообще-то дочка их дала. У меня мобильный телефон украли, понимаете? Крали. Если украли, надо в милицию обращаться. Я не успела еще. Давай. Что? Деньги. Тысяч пять будет? Никакой там химии. Ничего. Как раз пять тысяч и будет. А давайте еще потратим. Ну, в самый раз. В следующий раз штрафовать не буду. А это домой возьму. Вечерком побалуемся. А может, они отравленные? А я на жене испытаю. Или на теща. Все свое. Если не загнуться, значит, можно употреблять. Крокодил. Молодец. 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 И тогда узнаешь, чья она дочь. Я тебе этого никогда не прощу. Я тебе тоже. Послушай. У меня действительно нет денег. Дай мне хотя бы пару тысяч. Я верну. Я заработаю и верну. На панели? Для панели я слишком старая. Я верну, я обещаю. Ты больше его не стоишь. Я беру тебя. Слышишь, ну такая жизнь невыносима. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушай, ну я просто не знаю, оставаться или уходить. Ну а какие тут еще могут быть варианты? Да, да, понимаю. Либо ты уходишь, либо она. Что ты скажешь? Доброго здоровья, Татьяна Сергеевна. Не опоздала? В самый раз, Мария Павловна. Вас ждут уже. Представляете? А, милости просим. Милости просим. Глубоко уважаемая Мария Павловна, здравствуйте. Присаживайтесь. Я надеюсь, вы знакомы. Кирилл Дмитриевич Трифонов. Ну кто же не знает Кирилла Дмитриевича? Разумеется, знакомы. А вы уже о чем-то тут посекретничали. Конечно. Ну, конечно, о женщинах. Конечно. Надеюсь, это женщина я. Можете не сомневаться. Разговор, Мария Павловна, шел не только и не столько о вас, сколько об Ивушке. Вы собираетесь нам помочь? Именно так. Именно так. Вы лучше нас знаете о том непростом положении, в котором сейчас находится ансамбль. Упали сборы, уходит популярность, уменьшается количество гастрольных выездов, возникает проблема кадров. Я думаю, Валентин Гаврилович, это проблема не только Ивушки. К сожалению, все, что вы перечислили, коснулось многих творческих коллективов. Такое время. Да, но ваш коллектив всегда был некой визитной карточкой нашего города. Сейчас же эта карточка довольно сильно стерлась. Угу. И что вы предлагаете, Валентин Гаврилович? Может быть, все-таки стоит уволить меня? Ну, Марья Павловна, милая, ну зачем же сразу шашки на голову? Мы как раз с Кирилем Дмитриевичем прикидывали, чем можно вам помочь. Будем помогать, Марья Павловна. Чем? Реклама телевидения. Возможно, деньгами. Дело в том, Марья Павловна, что решением правительства города создан попечительский совет вашего коллектива. Кирилл Дмитриевич как раз возглавляет этот совет. А что, Кирилл Дмитриевич, такой крупный специалист в области народного танца? Кирилл Дмитриевич крупный специалист в других сферах. В частности, в телевидении. А это намного важнее, чем просто разбираться, скажем, в фуете. И на вашем месте, Марья Павловна, я бы не только радовался, но и горячо благодарил Господа Бога вот за такую поддержку и такой подарок судьбы. Спасибо. Уже благодарю. Все. Что? Рассталась. С Кириллом? С кем же еще? Почему? Ну, угадай с трех раз. Вариантов слишком много. До вечера будем считать. Это ведь ты сказала жене Кирилла о дне нашего прилета в Пулково. Попрешь с работы? Да нет. Сначала выслушаю. Ну, слушай. Захотелось тебе глаза открыть. Ну, открыла. И что дальше? Дальше? Дальше ты его выгнала. Потому что поняла. Что я понимаю? Что он врет всем подряд. Тебе, мне, жене, дочке. И не может остановиться. Мельтешит. Ищет выгоду. Пристраивается. Зачем? Ради чего? Спроси его. Сам не ответит. Новая порода мужиков. Мужиков-паразитов. Думаю, подчас он сам себе противен. Но не может остановиться. Болезнь. Поэтому оставь его. Беги. Не оглядывайся. Добрый день. Добрый день. Слушаю вас. Мне к Валентину Гавриловичу. А Валентин Гаврилович занят. Вы по какому вопросу? По личному. Прием по личному вопросу у нас только по записи. Вторник и четверг. А без записи нельзя? А фамилия ваша как? Крымская. Дарья Михайловна. Заслуженная артистка. Будущий четверг, Дарья Михайловна. Приходите. Валентин Гаврилович готовит отчет для губернатора. Ну, я ему помогу. Гражданка, гражданка, вы куда? Сейчас же вернитесь. Что же вы делаете? Как же вам не стыдно? Валентин Гаврилович, это какое-то безобразие. Гражданке все объяснили. Она как будто оглохла. Ничего не понимает. Оставьте нас. Здравствуйте, Валентин Гаврилович. Я Крымская Дарья Михайловна. Заслуженная артистка. Слушаю вас. Меня отправили на пенсию. Кто? Седова Марья Павловна. Худрук Ивушки. Если вы помните, я должна была занять ее место. Но вместо этого меня по возрасту отправили на пенсию. Я в курсе, Дарья Михайловна. В курсе. И что мне теперь делать? Отдыхать? Вы это право заслужили. Но мне всего лишь 36 лет. Прекрасно. Впереди более половины счастливой жизни. Я солистка. Я не чувствую возраста. Я хочу танцевать. По положению. Мы не имеем права заставлять вас работать. Государство идет вам на помощь. Я не хочу такой помощи. Я хочу вернуться в коллектив. Позвоните сейчас Марье Павловне и прикажите ей. Ну, хорошо. А администратором пойдете? Вы издеваетесь надо мной? На полном серьезе. Можно реквизитором. Еще уборщице предложите? Тоже профессия. Можно в костюмерной цехе. Красиво, нарядно. Послушайте, вы. Вы лично вручали мне звание заслуженной артистки. Здесь, в этом кабинете. И что, теперь мне на помойку? Я хочу заниматься своей профессией. Не могу. Нет рычагов. Нет возможностей. Вы пенсионерка, Дарья Михайловна. Пенсионерка. Я никуда не уйду, пока вы не решите мой вопрос. Я вызову охрану и все решится естественным путем. Да, пожалуйста, вызывайте. Вы сумасшедшая. А ну-ка, немедленно покиньте кабинет. Быстро. Я сейчас выброшусь в Неву. Вызывайте охрану. Истеричка. Охрана. Отпустите меня. Не трогайте меня. Давай. Что будет тут мне? Истеричка. Отпустите меня. У себя там будете. Да. Безобразие. Светка нахалка. Что вы делаете? Пустите меня. Отпустите меня. Отпустите меня. Пустите. Не трогайте меня. Давай. Пустите меня. Пустите меня. Мерзавцы. Сволочи. Не трогай меня. Мне больно. Сволочи. Пусти меня. Я никуда не пойду. Пусти меня. Полиция. Твари. Сволочи. Ненавижу. Ненавижу. Я все равно сама справлюсь. Гражданечка. Не трогайте. Не хочу. Не трогайте меня. Я не хочу. Не хочу. Сволочи. Я сейчас в обезьяннике. Я не переживаю. Я не хочу. О, вылезай. Красотка. Сволочи. Сволочи. Пустите меня. Добрый день. Здравствуйте. Позвольте. Входите. Я хотел бы узнать, и только один вопрос. Все ли в порядке с Дарьей Михайловной? А что с ней могло случиться? Несколько дней тому она собиралась приехать ко мне, а я тогда сей пор не приехала. С ней ничего не могло приключиться? К вам это куда? За город. На свой день рождения. На свой день рождения. Да. Она так решила. Она жива-здорова? На сегодняшний день, да, жива-здорова. А дальше будет видно. Хорошо. Это все, что я хотел узнать. Спасибо. Извините, а у вас, Владимир, с моей женой Роман? С чего вы решили? Вы просто друзья. А в кафе вы сидели тоже как друг? Я же сказал. А ваши домыслы, как минимум, неприлично. А врываться в чужую квартиру прилично, значит, вы здесь не в первый раз. Представляете, в первый. Я сейчас отпущу. Отпущу с миром. Если вы честно расскажете, что связывает вас с моей женой. Руки. Говорите. Я уже сказал. А ты урод настоящий. Ты успел убедиться, что? Да. Да, понравилось. Удивляйся. Ну-ка, пошел отсюда. Что с таким дебилом? Убедись. Ну-ка, пошел вон. Мрась. Паспорт при себе. Работаете? Артистка. У вас там все такие артисты? Через одного. Я могу позвонить? Я должна сообщить мужу, что нахожусь в полиции. Сами позвоним. Изложите, гражданка Крымская, суть скандала, который вы учинили в Комитете по культуре и под его окнами. Мне нужно позвонить мужу. Я же сказал, не положено. Михаил Иванович, срочно к начальнику. Но у меня задержанная. Но он там требует, орет. Черт. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ВЗРЫВ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Слушаю. Кира, я в милиции. Поздравляю. Устроилась наконец? Я не шучу, Кира. Я звоню с чужого телефона. Срочно приезжай. Я в отделение на обводном. Тут проблема. Чья проблема? Моя. Вот и решай ее сама. У меня своих хватает. Но ты все-таки мой муж. Мне нужна помощь. Кроме меня, у тебя есть другие помощники. Например, твой долбанный циркач, который час тому назад качал здесь права. Какой циркач? Любовник. Твой. К которому ты ездила на свой день рождения. Послушай, Кира, давай об этом потом. Мне сейчас нужна твоя помощь. Не поеду. Никуда не поеду. Сама влипла, сама и выкарабкиваюсь. Ну хотя бы и жалости, и сострадания. Ты же мужчина, блин. Да я мужчина, но жалости и сострадания закончили. Это что такое? Матюхин! В обезьянника, то стерву. Пусть там получится уважению к закону. Меня предал муж. Значит, заслужили. В обезьянник. Проходим. Прямо. Лицом к стене. Привет. Глухая, что ли? Плохо говорю. Не русская? Таджик. Давно здесь? Два дня. За что? Не знаю. Сказали, нету документов. Значит, вышлют на родину. Я не хочу на родину. Придется. Тебя били? Обидели. Полицию? Муж. Меня тоже муж обидел, поэтому не хочу на родину. Хочу найти мужа. Он здесь? Здесь. Ушел с русской. Ушел и бог с ним. Значит, такой муж. Послушай, дай мне, пожалуйста, телефон. Мне нужно очень позвонить. Нет, здесь нельзя. Отнимут. Мне буквально несколько слов. Пожалуйста. Я про... Вот на. Возьми. 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 Не-не, нехорошо. Ты продашь будут деньги. Я не могу. Нехорошо. Не-не, нехорошо. Не-не, нехорошо. Не-не, нехорошо. Не-не, нехорошо. Бери. Бери. Спасибо. Здравствуйте. Это Крымская. Я в полиции. Мне нужна помощь. В отделении на Бодном. В обезьяннике. Пожалуйста. Спасибо. Возьми на память. Не-не, нехорошо. Приедет? Приедет. Муж. Друг. Редактор. КОНЕЦ Поцелуйте меня. КОНЕЦ Поцелуйте. КОНЕЦ 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 Ой, я прям сейчас переживалась. Ну что ты, сладкий, голодный, да голодный. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Вот Настя идет. Пойдем, познакомлю. Пойдем, иди со мной. Рядом, рядом. Настя, смотри, рядом. Тузик не сбежал. Тузик не сбежал, а я могу. А опять проблемы? Проблемы у тебя, у меня жизнь. Так, давай-ка присядем. Ой, звонила бабушка. Она передает тебе привет. И ждет, когда ты приедешь. Давай-ка сразу после сессии. Послушай, мам, я никуда не поеду. Ни к бабушке, ни к твоему хахалю не поеду. Оставь меня в покое. Подожди, к какому хахалю, Настя? Что с тобой? К твоему. В его загородную фазенду не поеду. А тебя никто не зовет. А что, папка врет, что ли? Думаю, врет. А зачем ему это? Ну, наверное, для того, чтобы самому выглядеть лучше. Подожди. Мам, вы меня достали. Причем оба. Вы разберитесь сначала между собой, а потом меня впутывайте. У меня и так проблем достаточно. У тебя проблемы с Валериком? Мама, я тебя прошу. Я тебя умоляю. Ты хотя бы в мои дела не лезь. Для тебя приблудная псина дороже, чем родная дочь. Я вас презираю всех. Да. А вот и мы. С деньгой, небось, приперла. Приперла. В кармане ни копейки. А кто ж тебе денежки-то выдаст сразу? Сначала оформишься, потом жди, когда очередь подойдет. Значит, сразу не выдадут? Паспорт при тебе? Да. А фотографии? Да, взяла. Вот. Жди. Приходите на следующей неделе. Ровно в это же время на следующей неделе. До свидания. Всего доброго, до свидания. Приветствую вас, уважаемая. Здрасте. Какие-нибудь проблемы? Нет, никаких проблем. Знаете, здесь я решаю любую вашу проблему. Спасибо, вы уже однажды решили. Сами виноваты, Милочка. Актерского мастерства не хватило. Да, да, да. Так, излагайте, в чем суть визита? Я хочу получить пенсию. Вы уже оформились? Нет, но я думаю, мне сейчас помогут. Возможно. Но деньги вы все равно получите не раньше, чем через месяц. Так долго? К сожалению, это так. Мне нужно сейчас. Сколько? Я не знаю, мне хотя бы на мобильный телефон. У меня мобилик украли. Ну, средненький мобильный будет стоить тысячи четыре. Средненький, но надежный. Устроит вас? Вполне. Будем оформлять. Что, прямо сейчас? Конечно. Прямо сейчас. Напишите мне доверенность на получение мною вашей месячной пенсии. Она у вас тысяч десять будет. Не знаю. Будет, будет. Так, что, доверенность? Доверенность. Угу. Я такая-то такая. Ага. Доверяю. Я Крымская. Ага, спасибо. Доверяю. Так, доверяю. Купите себе мобильник, остальное все мои проблемы. Доверяю. Доверяю. Плеткину. Это я. Плеткину Эдуарду Яковлевичу, да? Получить. Получить. Причитающийся мне пенсию. Причитающийся. Мне пенсию за ее месяц. За июнь месяц. Данного года. Данного. Год-то хоть помните какой? 2011. Подпись. Подпись. Дата. Так, дата. Ага. Так. А это... А... Мой паспорт у той женщины. У Веры Ильиничной. Да. Отлично. Но не будет никаких вопросов. Так, а заверить с печатью? Все сделаем, милая. И оформим, и заверим, и получим. Удачи. И до будущих встреч. До свидания. Чего этот кузовок? Он поинтересовался моим самочувствием. У него один интерес. Бери больше, кидай дальше. На. Спасибо. Двенадцатую комнату. Там тебе за десять минут сварганят. Я вам должна что-нибудь? Контрамарку на концерт. Пенсионерка ты моя. Скороспелая. Двенадцатый, да? Ага. Удачи. Все в порядке? Да, надеюсь. Отлично. Ну, а как? Тузик. Ты моя морда. Так. Рядом. Алло. Петр, здравствуйте. Это Дарья. Помните, вы меня однажды подвозили? Да. Скажите, а вы сейчас очень заняты? Свободны? А вы не могли бы подъехать? Нет, ничего срочного. Просто нужна ваша помощь. Хорошо. Я недалеко от дома. Спасибо. Ну что? Ути мой, ты меня любишь, да? И я тебя. И я тебя люблю. Ну что, удалось устроиться на работу? Неа. Опять отфутболили. Сегодня по новой иду на собеседование. Почему отфутболили? Ну, не знаю. Говорят, несерьезное какое-то. Все время улыбаюсь. Вроде как дурачок. А я по-другому не могу. Друзья, наверное, любят вас. Да нет, тоже смеются. Но когда им что-то нужно, обязательно мне звонят. Особенно, когда их пьяных по домам развести. Ну, ничего, я не обижаюсь. Даже интересно. А девушка есть? Девушка? Есть. Надя. Очень красивая. Любит меня и жалеет. Кстати, а вы не сказали, куда мы едем? Мы едем в цирк на фонтанке. В цирк? А вы циркачка? Нет. У меня там знакомый работает. А вы знаете, я всегда с детства мечтал работать в цирке. Знаете кем? Кем? Дрессировщиком. Обожаю животных. Я тоже. Спасибо. Ко мне. Рядом. Рядом. Тузик. Как зовут вашего артиста? А, Владимир. Жонглер. Он какое-то время не работал в цирке, а потом его снова пригласили. Запомнил. Осмыслил. Ждите. Хороший ты мой. Возьмешь еще ребят, да? И все вместе вот этот половик надо его растянуть. Ну, в общем, как-то смотрится некрасиво. Хорошо? Ну, можешь потом подметать. И вот здесь вот в окраин, видишь, мусор. Да, да, да. Я все делаю. Подожди. Как вы сюда попали? Здравствуйте. Мне нужен артист Владимир. Какой Владимир? Жонглер с булавами. Соболев, что ли? Да, Владимир Соболев. Его ждут. Ага. Подожди. Владимир! Владимир! Идите. К вам пришли. Вот молодец, хорошо. Какие проблемы? Здравствуйте. Вас ищет девушка Даша. Обязательно вытрите потом. Даша? Да. Хорошо. Где она? На улице ждет. Ну, куда ты, Катя, шар? Тише, тихо. Аккуратнее. Ну, что, как дурак? Да, господи. Надо уже третий раз. Ты случайно. Тихо. Да ты уже третий раз случайно. Даша? Да. Куда же вы пропали? Так же нельзя. Я чуть с ума не сошел. Вы теперь будете со мной Хорошо И никуда не будете торопиться Не буду Спасибо вам Кто это? Это Тузик Какой ты хороший, какой ты славный Господи, я всегда хотел иметь собаку Ты славный, собака, хороший Пойдемте посмотрим репетицию С удовольствием Пошли Пошли Идем, вперед Тузик, за мной Прошу Тузик, за мной Вперед Место Вот ваше место Молодец Ой Ну все, я пошел на репетицию Хорошо На репетиции будете работать с лонжей Почему? Не могу рисковать вами А во время представления вы готовы рисковать? Тоже не готов Соглашаюсь исключительно благодаря вашему напору и договору Которую подписала дирекция Я должен привыкнуть работать без нее Во время репетиции должен привыкнуть Я должен изжить из себя страх Нет Нет, нет и нет Категорически нет И потом В договоре этого пункта нет Я не хочу из-за вас Садиться в тюрьму Берите лонжу Будем работать Внимание! Всем освободить манеж Быстренько, быстренько давайте Девочки, мальчики Быстрее Уходим, уходим Все уходим Малыш Девочки, мальчики probabilmente Если вы хотите, вам понравится еще! Быстрее На моем участок очень бол blockchain Так что Малыш 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 Ап! Ап! А вам известно, что ваш муж чуть не отлупцевал меня? Ой! Это когда вы явились ко мне? Угу. Ну да. Я пришел. С благими намерениями. А он у меня за порог? Он что, нервный у вас? Он разный. Но давайте не будем о печальном. Кстати, вы мне так и не рассказали, что случилось тогда. Телефон молчал, вы не приехали. Телефон. Телефон. Меня одолжили, когда я ехала к вам. Кто? Веселые ребята в электричке. Сами не пострадали? Пора царапины. Зато я нашла вот этого вот дружка. Хороший. Тузика. Слава. Баловина, я ему завидую. Через пятнадцать минут порогон. Понял. Через пятнадцать. Хорошо. Мы когда увидимся? Я думаю, не скоро. Потому что через пару дней я вынуждена улететь к маме в Иркутск. А как же моя премьера? Не получится. Очень жаль. Володь, на самом деле я пришла, чтобы... Мне просто не к кому обратиться. Говорите. Говорите, как есть. У меня нет денег на билет к маме. У меня вообще нет денег. Одну минуточку. Вы сидите здесь. Тузик охраняет. Без моей команды вас все равно не выпустят. Ждите. Будьте добры, Кекс. Пожалуйста. Спасибо. Мадам. Сдыхались. Правда, ну ты что, говорят, что... Все ерунда, все ерунда, все ерунда, пустяк. И говорят, нам надо посвящать целую жизнь. Что? Ну, целую жизнь надо посвящать ее. Для того, чтобы научиться... Я вообще не камики не боюсь. Я в северил трех лет. Правда? Не капли? Не капли. Я так за тебя всегда переживаю. Надо иметь большое внимание, чтобы так себя вести хорошо. Цирковой народ нищий. Не копейки, но я к вечеру постараюсь настрелять. Да нет, не надо. Ничего страшного. Я спрошу у подруги. У нее найдется, наверное. Вот что. Возьмите. Это про бабушки. Она меня защищала. Нет, нет. Я не возьму. Это... Это ваше. Теперь она будет защищать вас. А вы останетесь без защиты? Ну, хорошо. Она будет защищать нас обоих. Спасибо. Но мне, право, неудобно. Какой противный угол он все время зовет на манеж? Все. Я пошел. Спасибо. А вы Тузика мне не оставите? Не оставите? Тузик. Я сделал из него циркового артиста. Ты будешь цирковым артистом, да, Тузик? Будет, будет, будет. Хочет. 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 Ну, хорошо. Но только на время. Только на время. На время. Тузик. Не скучай. Не скучай. Пошли. Пошли. Тузик. Решил стать артистом. Решили оставить? Ну, пусть побудет в хороших руках. И не жалко. На время. Вернусь из Иркутска и заберу. Алло, Юлька, привет. Ты где? Я не дозвонюсь до тебя. Надо пересечься. Да я потом объясню. Хорошо. Окей. Пока. Кафе «Бродячая собака». Хорошо. Хорошо. Дарья Михайловна, я на сегодня свободен. И на сегодня, и на завтра. Я вам позвоню. До свидания. Спасибо, Петр. Кафе «Бродячая собака», да, еще в спектакле играли. Только сейчас хищит. Дашка. Салют. Привет. Слушай, классно выглядит, ша? Кто поверит, что пенсионерша. А ты ори больше, и все поверят. А, заби вот. Ну, в тюрил, что ли, в кого? Не успела. Так, значит, стаканчик красненького, чашечку черненького и стаканчик газированного. Спасибо. А что у тебя с телефоном, а? Не могу до тебя отзвониться. У меня не было телефона. Украли. Ты купи новый. Я купила. Вот. Обалдела, что ли? Чуть замыльница. Так. От срама упасть и не подняться. Нет, на другой денег нет. Как нет? Совсем нет? Совсем, не как я. А Кира? Что Кира? Кира дал сто рублей. Сказал, что я больше не стою. Он что, обалдел? А пожрать? Юлька. Мне надо взаймы. Начинается. Здесь. Здесь семь тысяч. Две тысячи оставляю себе. Пять тебе. Бессрочно. Этого мало. Че, обалдел, что ли? Сама хотела у кого-нибудь стрельнуть. Юль, мне нужно много. Мне нужно пять тысяч отдать дочери. Раз. И на дорогу к маме. Туда и обратно. Два. Вот и посчитай. Ну, а как же пенсия? Пенсия? Кстати, пенсия. Пенсию я оформила. Десять тысяч через месяц. Да. Мечта идиота, который еще не успел вылечиться. Да. Спасибо. А к матери? Решила все-таки полететь, да? Юлька, мне надо куда-то деться. Я здесь не могу. Я здесь тронусь. А че Кира? Вот че он бесится? А у Киры... У Киры, по сути, есть вторая семья. Девка скоро родит. Ты ее знаешь? Видела. Дошка, покажи мне ее. Я и так морду разрисую. Получше любого мордилья не будет. Я сама справлюсь. Будут тебе деньги. Тряхнем-ка твоего кренделя. Которого? Кирилла Второго. Телевизионщика. Не-не, исключено. Почему? Слушай, тут на днях такая история приключилась. Я не могу. Через не могу? Помнишь лозунг большевиков? Грабь награбленная. Юля. Где наш зайка-попрыгайка? А? Я не хочу. Алло. Кирилл Дмитриевич. Добрый день. Вы меня узнали. Боже мой, какая радость. Ну, как вам поживаете? Да мы тоже непогано. А что случилось? Нет, никуда она не пропадала. Известно только одно. У нее уперли телефон. Может, из-за этого вы и потерялись. Когда я ее увижу... Завтра. Давай завтра. Да хоть прямо сейчас сидит напротив меня и слушает нашу с вами беседу. Нет, не шучу. Сейчас дам трубочку. Секундочку. Слушай, там у него все кипит, слышишь? Не будь дурой. Давай. Да. Здравствуйте. Нет, не пропало. Просто были обстоятельства. Я тоже рада. Ну, можно даже сегодня. Да, чуть не забыла. Мамку-то нашу, похоже, готовят к торжественным проводам. На давно заслуженный отдых. Какую мамку? Ну, как какую? Марь Павловну. А вместо нее, говорят, пришлют мужичка. Прикинь, как девки перед ним начнут выделываться. Слушай, ну, бог с ним, а. А эту молоденькую солисточку Марь Павловна вытурила под зад колено. Юлька, я не буду ждать. Я сгорю от стыда. Я не могу. Ты что, издеваешься, мать, что ли, а? А я какой вид буду иметь перед этим куршевелем, а? Давай уйдем, пожалуйста. Стоять. Успокойся. Сейчас обработаем парнишу под нулевочку. И отправишься ты домой с полными карманами бабла. Да послушай ты, я никогда никого не обманывала. Я не просила никогда, а тем более никогда не дурила. Я могу устроиться кем угодно. Левтежа, посудомойка, я... Мамч, поздно, поздно уже. Так, успокойся. Успокойся. Жертва движется к цели. Ку-ку! Мы здесь! Хорошенький. Красавчик. Не опоздал? Точнее швейцарских часов, быстрее российских ракет. Можете не целовать, после метра руки не мыло. Спасибо за предупреждение. Вам тоже нельзя целовать руку? А вы любите прикладываться к дамским ручкам? Да, шо. Избирательно. А давайте присядем. У меня через час репетиция, поэтому ваша встреча будет проходить без посторонних глаз и чужих ушей. Еще раз спасибо. Да, чуть не забыла. Крымская, а сколько это вообще может продолжаться, когда ты наконец себе купишь нормальный новый телефон? Ты тебе же не дозвонишься. Кстати, у меня тоже не вышло. Ну, я же вам говорила, мобилу уперли, а чтобы купить хоть что-то новое, ну, хоть на панель. Юль, перестань. А че перестань-то, а? Вот посмотрите, Кирилл Дмитриевич. Юля, Юля, я прошу тебя. Ну, замолчи, дай мне сказать, я с него само язык втянула. С работы ушли. С мужем полный кирдык. Пенсия. Вообще собачка больше какает. А жить на что? На последней пенсионной бабке купила дерьмовую мобилу. А дальше что? А дальше? Либо руки вширь, либо ноги врозь. Подождите. Не слушайте эту идиотку, она пришибленная. Да, я идиотка. Да, пришибленная. Но прежде всего я твоя подруга. Может, единственная. Мавр сделал свое дело. Мавр может, наконец, умыть свои ручки. А дальше? Разнюхивайтесь сами. Чао. Энергичная девушка. Нет, поймать. Чао. Скажите, то, что говорила ваша подруга, это правда? Если у вас проблемы, скажите. Нет, Кирилл, нет, никаких проблем. Просто у каждого человека иногда в жизни что-то случается, и бывает такое. Вам нужны деньги? Да. Сколько? Много. Могу оставить в залог. Иконку в залог. Вы правы, простите. Это от неловкости. А если вам вернутся в Ивушку? Не поняла. Вас ведь даже поручили в художественные руководители. Хотите во мне поучаствовать? Почему нет? Знаете, тогда лучше деньгами. Давайте так. Я сейчас подарю вам приличный телефон. А вы подумайте, прикинете, перезвоните мне по нему и скажете, сколько вам надо. Едем покупать телефон. Едем. Прошу. Я это все пользуюсь. И больше одно, которое вы хотите, вы, конечно, пользуюсь. Главное, 40 дней намного дешевле. Почему 20, Мария Павловна? Представьте. Гранальные нам не пакет. Господи, боже мой. Вот как встреча. Кирилл Дмитриевич, а что это значит? Что вас удивляет, Мария Павловна? Ну, как же. Вы идете под ручку с моей бывшей примой и полагаете, что мне нечему удивляться. А вы, оказывается, знакомы. Здрасте, Мария Павловна. Здравствуй, детка. Здравствуйте. А ты, похоже, более прыгкая, чем я могла предположить. В чем вы видите особую прыгпись, Дарья? Ну, как же. Такой поклонник. Не поклонник, Мария Павловна. Добрый, да, он не знаком. Ну, считайте, что я поверила. Но запомните, Кирилл Дмитриевич, балетные девочки работают не только ножками, но иногда и головкой. Благодарю. Вы правы, Мария Павловна. Спасибо. Юлька, ну ты редкая сволочь. Все вышло, как ты сказала. Классный мобильник, пять штук долларов дал и никаких последствий. Уже классный. Да. Оп. Слушай, нас застукла, Мария Павловна. Я тебе клянусь, вывалилась откуда-то навстречу, и Серега Бимов приезжал. Угу. О, с моей бывшей прямой подручку. Я не знаю, наверное, видать, знакомая. Может, фанатеет от балета. К маме. К маме завтра. Я уже билет купила. Настенька. Настя, ты у себя? Посмотри. Ну и чего? Купила. На пенсию, что ли? Почти. Когда долг вернешь? Могу прямо сейчас. Хочешь, я дам с процентами? Бойдусь. Настюш, мне надо с тобой поговорить. Говори. Я завтра хочу уехать. Счастливой дороги. Собака где? В цирке. В каком еще цирке? Помнишь, я тебе рассказывала про циркача. Его опять пригласили в цирк. И Тузик побудет у него. Могла бы и посоветоваться. Теперь вообще одна останусь. Ну почему одна? С отцом. Еще вопросы есть? Нет. Вопросов больше нет. Чао. Знаешь, о чем я мечтаю? Чтобы оба уехали. И я наконец-то осталась одна. Настя. Настюш, ты чего? Ты разговаривала с папой? Расговаривала. И что он сказал? Сказал, что согласен оставить нам квартиру. Лишь бы самому больше здесь не появляться. Он так и сказал? Так и сказал. Ты его уговаривала? Я себя уговаривала. Чтобы не дать его по физиономии. Глупенькая. Ну вот увидишь. Все образуется. Все уладится. Хочешь, я никуда не поеду. Не сей, сяду на суд. Я очень хочу быть одна. А Тузика жалко, что отдала. Я бы за ним ухаживала. Владимир Циркач. А думаю, дней десять. А когда премьера? Нет, я не успею. Я точно не успею. Мне тоже очень жаль, Володя. А может, моя дочь пойдет? Я думаю, она с удовольствием. я и рассказывала. Нет, не одна, с молодым человеком. Да, пожалуйста, два пригласительных. А как там наш Тузик? Да вы что? Сольный номер? Вот это талант. Поцелуйте его от меня и от Насти. Да. Удачи, Володя. До встречи. До свидания. До свидания. Он приглашает тебя на премьеру в цирк. Пойдешь? Посмотрим. В эту субботу. За что ты полюбила папу? Настенька любит не за что, а потому что. Хорошо, ты полюбила папу потому что. потому что он мне казался самым умным, самым красивым и самым честным. Ты ошибалась? Нет. На то время нет. Он другим оказался? Со временем. Почему? Ну, наверное, потому что с годами я стала не самой красивой, не самой умной и не самой честной. А ты ему изменяла? Настя, мне кажется, этот вопрос не ко времени и не к месту. Но я хочу знать. Да, изменяла. Почему? Бывало по глупости, иногда от злости и обиды. А что, от обиды можно изменять? Когда тебя обижают и ты не знаешь, как на это ответить, ты идешь на крайности. Но ты же не любила тех, с кем изменяла? Не любила и мгновенно забывала. Возвращалась к мужу, ненавидела себя и давала слово. Но когда опять получала по морде, все повторялось. значит, со мной будет то же самое. Надеюсь, нет. Нет. Уверена, что нет. Иначе не стоит жить. Мне пора. Передавай бабушке привет и позвони как только прилетишь, хорошо? постарайся быть взрослым и хоть немножечко скучай обо мне. Взрослым не обещаю быть, но буду скучать. А вы к кому? А я в эту квартиру к Дарье Михайловне. Ее нет, она улетела? Уже улетела. Жаль, хотел ее в аэропорт отвезти. А, вы таксист? Да нет, нет, просто знакомый отвозил ее несколько раз по дружбину. Даже с Тузиком в цирк ездили. Ну, вы опоздали, самолет уже улетел, а Тузик у нас теперь артист. Я рад. Если Дарья Михайловна позвонит, передайте ей, пожалуйста, привет от Петра. Да, конечно, вы Петр? Да. Хорошо. Ну, ладно, всего доброго. Ой, у вас потоп. Да проходите скорее, помогайте. Тряпки, вот, быстро, быстро, быстро. что тут происходит? кран забыла закрыть. Может, поможешь? У тебя уже есть помощник. Кто это? Пап, хватит. Лучше бы помог, а то сейчас соседи прибегут. Кто этот господин? Парень, знакомый. Еще вопросы есть? Меня зовут Петр, здравствуйте, я просто помогаю. Я вижу. Увлеклись до такой степени, что кран забыли закрыть. Пап, ты что, совсем, что ли? Где мать? Улетела. Куда? В Иркутск, к бабушке. Интересные дела. Ты ее провожала? Да. Проводила, и вот, пожалуйста, гости, да? Да нет, нет, я просто помогаю, через пару минут уйду. Да, и это будет правильно, что уйдете. Я запрещаю водить в дом незнакомых людей. Он никуда не уйдет. Петр, вы никуда не уйдете. Это папа сейчас уйдет. Интересно, куда этот папа уйдет? А тебе некуда уйти? У тебя больше там нет дома? Где там? Да тебе лучше знать, где Петр, давайте продолжим. Что ты несешь, соплячка? Не трогай меня! Ты несешь чушь, которая тебя учила мать! Постыдился бы незнакомого человека! А ты бы постыдилась гнать отца из его квартиры! Кто тебе дал такое право? Кто? Ты мне дал такое право своим бронем и подлостью! Я вас ударю! Что? Что ты сказал? Ударю вас вот этой тряпкой! запомни, дочь, ты еще об этом пожалеешь. С этого момента у тебя больше нет отца. А ты запомни, папа, что с этого момента ты не должен здесь больше появляться. У тебя нет этого дома. Негодяйка. Девушки, такси недорого. Ребята, машины, машины, машины. Куда ехать? До Балабаново. За сколько? Часа два по хорошей дороге. Сколько? полторы тысячи. Будешь тещу возить. Машины, такси. Девушки, куда ехать? Массивы. Маша, мальчик, мальчик. Машин, мальчик. 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 Братичка, давай подъезжай немножечко, а? Неужели ты не кричит, да? Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Упаси же! Ха-ха-ха! Щас! Штурки погладились и молчалки! Хорошо поет, да? Да-да-да! Класс! Давай дальше! Да! Да, Кирилл Дмитриевич! Очень хорошо, спасибо, я уже на месте! У нас еще ночь! Ха-ха-ха! Что? Я на такси, минут через пятнадцать буду у мамы! Да, конечно, позвоню! Спасибо! До свидания! Музыка! 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 Субтитры делал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Ой. Ну, проходи. Проходи. Дай-ка я на тебя посмотрю. Господи, какая же ты красивая. И почти не изменилась. Ты тоже. Господи, почему же ты не позвонила, когда приедешь? Не знаю. Как-то собралась и приехала. Соскучилась, наверное. Дома все в порядке? Слава Богу. У Насти скоро последний экзамен. А как, Кирюша? Все хорошо, мамочка. Я тебе все расскажу. Что-нибудь не так? Да нет, все отлично, мамочка. Я тебе все расскажу. Гори, Гори. Жизнь так прекрасна. Но без тебя огонек и не горит. Гори, Гори. Жизнь так прекрасна. Но без тебя огонек и не горит. О! Мам, кто это там? Сейчас. Доброе утро. О! О! А кто это к нам пожаловал в такую рань? Даша, дочка моя, приехала погостить. А, а я, между прочим, узнал. Только на фотографиях вы как-то по-другому выглядите. В жизни намного привлекательнее. Вячеслав Николаевич. Здрасте. Можно просто Слава? Я вас, наверное, разбудила? Меня нет. А вот Нинон определенно. Она у нас любит по утрам в постельке понежиться. Не буду вам мешать. Гори, Гори, ясно. Все не напрасно. Мам, кто это? Слава. Это твой муж? Можно сказать и так. Ты шутишь? Нет, я серьезно. Почему я об этом не знала ничего? Даша, я все тебе объясню. Мам, мам, ты поставила меня в неловкое положение. Ты меня тоже. А где я буду спать? А ты надолго? Боишься, что я вас стесню? Да не, ну, Даша. Я сказала только потому, что мне нужно внести определенные коррективы в свои планы. Я пока не знаю. Может, на неделю, может, меньше. Мам, только, пожалуйста, никаких корректив. Я незаметно приехала и незаметно уеду. Я просто элементарно хочу отдохнуть. Никого не видеть, никого не слышать, ни о чем не думать. Я поэтому избежала из Питера. У тебя в семье какие-то проблемы, да? Не, мам, у меня в семье все хорошо. Проблемы в моей душе. Только, пожалуйста, не надо меня развлекать, ублажать и успокаивать. Просто забудь, что я приехала. Я здесь, и меня нет. Замочка, выручите десяточка раба Божьего Михаила. Голова раскаивается в древне. О, благодарство. Щедрая дамочка, видать, приезжая. Миша? Миша, Богатырев? Опа, а вы меня знаете? Вы кто, добрый душа? Даша Крымская. Ну, помнишь, мы с тобой в балетной школе вместе танцевали? Даша Крымская. Даша Крымская, ты что ли? Я. Е-мое, а ты как на меня попала? Шла мимо и попала. Это нереально. А ты что ж, пьешь? Нет, Даша, я не пью. Я жру в три глотки. Никак не могу остановиться. Не может быть. А помнишь? Крым, Рым. Медные трубы. Да, помню. Как мы тебя этим доставали. Помню. Помнишь? У нас ведь с тобой почти любовь была. Дашка. Крымская. Скажи, скажи, до сих пор танцуешь? Нет, это же нет. Я на пенсии, Миш. Ты что? Какая пенсия? По выслуге лет. Да какая выслуга? Ты что? Ты... Ты посмотри на себя. Ты... Ты загляденье. Ты... Ты красавица. Ты хоть завтра за львого принца можешь пойти. Может, и я за принца сойду? Опоздал. Принц уже есть. На, возьми. Возьми, возьми, возьми. О, нет, это опасно. Вот это опасно. Вот после такой суммы боюсь не проснуться. Скажи, ты как? Ты на время сюда приехала или на совсем? Еще не решила. Не оставайся. Не оставайся здесь. Нельзя. Такой же, как я, станешь. Беги. Что? Ты что так на меня смотришь? Ты что, жалеешь? Не совсем пальцем деланные. Смотри, какая стойка. Не получилось. А ничего. Хвост трубой. Дома порепетирую, я потом изображу. Ну, чего делать? А? Вот куда идти? Слонялся, болтался. Потом под забором оказался. Все прахом. Квартира. Здоровье. Мать. Мать. Мать не выдержала. Ты, Дашка, ты звезда. Ну, что? Это Дашка! Ну, что? Мы с ней вместе танцевали. Прикинь? Дашка танцевал? Да. Перепойдем со мной потанцуем. Красавицу. Полтинниками не выручишь. Ну, немного не хватает. Ну, все, уже выручила. Все, выручила. Значит так, две вещи. Запомни. Первое. Прости меня. Прости и забудь. Второе. Помни, я сегодня порепетирую. А потом тебе изображу. Обещаешь? Обещаю. Пошли. Она тысячу мне дала. Надо ее здоровье выпить. Да, чтобы у нее все было. Балдея, что выпить. Это круто. Все что-нибудь. Еще. Первое детство. Первая любовь. Тысяча рублей. Еще. Да, у меня. Нормально. Вот что значит любовь. Ладно. Я за ее здоровье знаю. Выпьем. Выпьем. Ух. 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 Ап. Ух. Дарья Михайловна, я гляжу, любуетесь Родиной. Места-то у нас сопливые, а вы без зонта. А я, так сказать, при зонтике и при личном транспорте. Прошу. Спасибо. А вы знаете, мне все равно нравится. Так, может быть, побалуемся кофейком? Побалуемся это как? Ну, в смысле пригубим. А что, у вас в Питере по-другому выражаются? У нас по-разному. Тогда прошу. Да, но мне надо расплатиться. Минуточку. Минуточку. Мы люди не бедные. Пожалуйста. Фотографии доставишь лично ко мне? Спасибо. До свидания. Прошу. Спасибо. Осторожно. Хорошенькая. Озябли, промокли. А мы сейчас согреем. Да нет, спасибо, не надо. Побежайте. Вот так вот. Спасибо. Прошу вас, садитесь. Вам, как всегда, поуютнее, Вячеслав Николаевич. Мне, как всегда, поуютнее и подешевле. Поняла. Может, покушать желаете? Нет, нет, спасибо, не надо. Хочу немножко побаловаться. Ну, тогда будем баловаться, только кофе. Понял. Наденька. Да? Два американа, пожалуйста. Хорошо. А мама еще дома? Какая мама? А, Ниночка готовится к выходу. У нее эта процедура занимает не менее двух часов. Желает быть молодой и привлекательной. Ну, по-моему, она и без того привлекательная. Конечно. Кто ж спорит-то? Ниночка очень привлекательная. Вот только до вас ей далековато. То есть, я вам нравлюсь? Откровенно сказать. Конечно. Вы мне очень нравитесь. Вы такая молодая, свежая, можно сказать, налетая. А Ниночке, чтобы так выглядеть, нужно каждый день старательно ухаживать за собой. Годы же они никого не красят. Особенно женщин. Самый, так сказать, извините, скоропортящийся товар. Кто? Женщины. Ваш кофе. Спасибо, Зая. Пожалуйста. Знаете, если бы вы не были мужчиной моей мамы, я бы сейчас вам дала по морде. Вот тебе надо. А я все-таки не понял. Вы уж объясните, пожалуйста. В следующий раз. Вот вы на меня обиделись. А зря обиделись. Хотите? Я расскажу, как мы с ней познакомимся. Не хочу. А я расскажу вам все равно. Я профессиональный строитель. Да, не слишком крупный. Но и не слишком мелкий. На иномарочку с правым рулем легко зарабатывают. И вот как-то я еду на своей иномарочке поздно вечером. Погода была жуткая. Вдруг вижу, посередине дороги женщина упала. В лужу упала. А подняться не может. Я, конечно, остановился. Помог женщине подняться. А она в благодарность пригласила меня к себе, домой. Чаю попить, обогреться. Это и была, между прочим, ваша мама. Нина Ефимовна. Моя Ниночка. С тех пор и живем мы с ней. А что такого? Хорошо живем, между прочим. Душа в душу живем. Она во мне души не чает. А я, как вы понимаете, в ней. Не, ну, конечно, встречаются некоторые. Говорят мне, что ты, Славка, с этой старухой связался. А я знаете, как с ними? Я с ними по-простому. А не пошли бы вы на хутор бабочек ловить? Хватит. Просто балуйтесь своим кофе и молчите. Пожалуйста. Может быть, проводить? Нет. Я сама справлюсь. Только вы, Ниночки, ничего не говорите о моих глупостях. Ну, если вы не будете их повторять? Я постараюсь. Браво. Ай, по-русски, с какой-то новой. Здравствуйте. Здрасте. Вы по какому вопросу, гражданочка? Я к Нине Ефимовне. Второй этаж, 223-й кабинет. Спасибо. Я помню. Добрый день. Можно? Привет. Молодец, что зашла. Меня подвез Вячеслав Николаевич А я знаю, я видела в окно Как он тебе? Нормально Красивый, правда? Вполне А по-моему, очень А еще он очень неглупый и очень добрый Дети подарили Дашенька, а ты не против, если мы отметим твой день рождения? Зачем? Даша Во-первых, мы с тобой давно не виделись Я тебя давно не видела А во-вторых Могу я быть с тобой откровенной? Говори Даша Понимаешь, я Я никогда не была так счастлива, как сейчас Меня переполняют чувства Счастье, радость, понимаешь? Я не знаю Я иногда, знаешь, просыпаюсь по ночам от страха Что, не дай бог, это когда-нибудь закончится Знаешь, я смотрю на Славу, когда он спит И думаю, господи боже мой, неужели он мой? Единственный Желанный, понимаешь? Даша Я влюбилась, как девчонка Я стала другой Мама, а он тебя тоже любит? Ну, не знаю Наверное Да ты понимаешь, что мне это даже не важно Важно, что я его люблю Что благодаря ему я живу какую-то вторую жизнь Первую, конечно, несомненно, с твоим отцом А вот вторую, получается, со Славой Мам, я счастлива за тебя Правда? Ты моя хорошая Спасибо тебе Спасибо, мой хороший Ты не представляешь, как я боялась нашей встречи и этого разговора Теперь я спокойна Спасибо тебе Спасибо Замечательно Ну, а как у тебя? У меня все прекрасно Ну и слава Богу Ну и хорошо Значит, ты не против, если мы отметим Твой приезд и твой день рождения Не против Ах, да, ты знаешь Приходили из твоей балетной школы И они сказали, что очень хотят тебя видеть Просят, чтобы ты к ним зашла Ты же у меня звездочка Все гордятся тобой Ну, как ты поживаешь, что-то скажи Ну, пошла платить вот сейчас Квартира сидит Приходили из твоей балетной школы Как это просто Как это просто Все не может Делать Приходили из твоей балетной школы Может быть, что-то Как все это Ты же у меня Приходили из твоей балетной школы Могов Мне кажется, что это Зашла Тоже не дает ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. А батюшка еще в храме? А где же ему быть еще? Служба уже кончилась, милая. Мне всего на несколько слов. У нас слов тут не говорят. У нас либо молятся, либо исповедуются. Сейчас спрошу. Отец Симеон! Тут вас спрашивают. Иди с Богом. Спасибо. Иди. Здрасте. Ко мне, милая. К вам, батюшка. Не местная. Была местной. Зовут? Дарья. Слушаю тебя, Дарья. Я не знаю, с чего начать. Начни с боли. Батюшка, могу ли я осуждать свою мать? Мать. Она сделала что-нибудь греховное? Она... Мне кажется, она заблудилась. Я не знаю, как ей помочь. В чем заблудилась? Как объяснить? В страсти. Страсть порочна? Мне кажется, да. Сделала кому-нибудь зло? Себе. Она знает об этом? Нет, батюшка. Она ослепла. Ты хочешь ее прозреть? Я хочу объяснить. Что? Что... Что она заблуждается. Что ее страсть ни к чему хорошему не приведет. И что... Что это может стоить ей здоровья. Она... Счастлива? Да. Но это не истинное счастье. Откуда тебе знать? В чем истинное счастье? Счастье это когда... Когда гармония. Когда понимание. Когда нет лжи. Есть только... Только вера и взаимность. Дарья. Ты в своей жизни полностью поняла, Что такое... Понимание. Вера. Взаимность. Нет, батюшка. Как же ты можешь судить ближних? Тем более мать. Я всего лишь хочу ей помочь. Помочь. Помоги сначала себе, Дарья. А потом сможешь судить. О добродетелях. Или заблуждениях ближних. Негоже рубить топором смоковницу, Которая застит тебе солнце. Кого-то она укрывает от непогоды. Наверное, спит. Черт, у нас представление. Может, успеем во второе отделение? В цирке, что ли? В цирке. Вот в цирке его самое время запускать. За место клоуна. Публика помрет от смеха. Какого черта вы срываете представление? Простите, а вы кто? Администратор с цирка. Через 15 минут второе отделение. Одевайтесь, может, успеете. По-моему, вы шутите. Вы что, не видите, в каком я состоянии? Вижу. Холодный душ. И ноги в руки. Одну минуточку. Думаете, придет в себя? Он же лыка не вяжет. Циркачи народ тренированный. Не в таком виде выходили. Так он вроде под самым куполом. Значит, быстрее протрезвеет. Есть повод отметить. Господи. Диане. Ну вот и разбилось. Цирк загорелся. Клоуны разбежались. А бедному Юрику опять топает за коньяку. На идиотах земля держится. Не очень устойчиво, но держится. На самом деле, на передачу никого не пускают. Вообще. Даже за красивые глаза. Извини, пожалуйста. Привет. Привет. С кем ты? С девушкой. Очередная жертва? Это моя приятельница, а точнее коллега. Коллега? Очень интересно, коллега. Можешь познакомить? Зачем? Из любопытства. Если можно, без скандала. Это просьба или приказ? Это совет. Пошел ты. Встаньте. А в чем дело? Я попросила встать. Ну, встала. И что дальше? Это мой мужчина. А он об этом знает? Если он не знает, сейчас узнаешь ты. Марина. Закадрить решила? Губы раскатала, думаешь, он твой? Мне не ловко за вас, девушка. За меня, а за себя тебе ловко. Марина. Послушай, ты, ворона, если я еще когда-нибудь, где-нибудь увижу тебя с этим мужиком... Прекрати же, а? Слюха ты, грязная, подзаборная! Все сказала? Альфонс, переживала! Права. Во всем права. Целиком и полностью с тобой согласен. Тебе с ней интересней? Да мне с ней интересней. Намного интересней. До свидания. Как говорит моя дочь, а чао. Дыряй! Блин. Да, слава богу, ушла. Честно. Вот и водка. Бывает. Извини. Это действительно твоя женщина, Кира? Мм. Двести. Давай триста коньяку. Не думала, что ты общаешься с такого уровня дамами. Только одна просьба, коллега. Не трепейся на фирме об увиденном. Хорошо? Мог бы и не предупреждать. Коллега. Тихо. Так. Не трепейся на фирме. Так. Мы... Я занят Пять минут У меня через час эфира я должен отсмотреть программу Леночка, спасибо, дальше я сам Хорошо, Кирилл Дмитриевич Какие-нибудь проблемы? Папа, я дура Причем полная Наконец-то Что? Слава Богу, поняла Нет, серьезно Я только что устроила отвратительный скандал Из-за Кирилла? Из-за кого же еще? Был повод? Не знаю, наверное Но все равно глупо и гадко Орала, как базарная тетка И была послана к черту Все, все, все Все образуется Не уверена Даже перед собой стыдно Это какое-то безумие Такое случается у каждого У тебя тоже? А то Тоже Не знал, куда деваться от стыда Никогда бы не подумала Дети о своих родителях Должны думать лучше, чем они есть на самом деле Трифонов Да, досматриваю Да, досматриваю Пока все годится Да Значит, поставлена Точка Наверное Хотя не знаю Не поняла Ждешь, когда пошлет еще раз Жду, когда сама решусь послать Тебе известно, что Даша вернулась? Хочешь дать мне совет? Женись на ней Ты хочешь этого? Хочу И знаешь, почему? После смерти мамы А прошло уже 10 лет У тебя не было Личной жизни Работа Дом Дочь А теперь у тебя появилась любовь И грех не воспользоваться этим Уверена, что это любовь? Уверена Я видела Допустим Я женюсь И разрешу все твои права Все верно Мы с Дашей станем подругами И Кирилл автоматически станет лишним Дочь Ты вся в отца Помнишь мое основное правило? Угу Прежде чем ответить Посчитать До десяти Давай считать А там видно будет Привет Это кто? А что, какие-то проблемы? Да нет Никаких проблем пока нет Но будут Я друг Настя Мне Петр зовут Ну что Можно тебя на пару минут Друг Настя Петр? А что тебе нужно? Ступай за мной, кордак Эй Да все нормально Ну? Мы в цирк ходили Ее мама Дарья Михайловна уехала Остался лишний билет А за какие такие заслуги? Ну не знаю У нее спроси Я тебя спрашиваю Может быть за красоту И за доброту, наверное Валер, ты не видишь Он прикалывается над нами Я не прикалываюсь Просто говорю как есть Это моя девушка У нас с ней отношения Серьезные Ты понял? У меня тоже есть девушка У меня тоже с ней Серьезные отношения Вот и вали отсюда, лопас Сейчас с Настю провожу Я покачусь Ты сейчас катись Здесь есть кому проводить Сейчас я спрошу Настю Эй, не трогай Ди, ты что делаешь-то? Ну, вы перезай Пусти меня, я сказала Помогите Помогите, ну Не трогайте меня, уйди Пусти за меня На тебе население ты Проводи Пусти Помогите Помогите Да что ж ты Какой-то, вали Уйди 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Кто там? Это Миша, Богатырев. Привет. Заходи. Не ждала? Да вроде не ждала. Ну, ты проходи. Угу. Заходи. Красиво. Ну, присаживайся. Садись. Вот, пришел. Потому что обещал. Что обещал? Что пить не буду. Что не совсем конченый. Стойко продемонстрировать пришел еще. Сейчас расплачусь. Слушайте, вы, твои бабы все одинаковые. Как делать до мужика, так вы сразу слезы. Мишка, ты ведь мне когда-то очень нравился. А чего? Теперь не нравлюсь? Годы, Миш. Каждый пошел своей дорогой. Ну, да. Замужем, небось. Угу. Замужем. Ну. За... За болезненько какого-нибудь, да? Бизнесмен. Угу. Угу. Ой. Извини, можно? Ну, конечно, можно, Мишань. Ну, посмотри здесь, как много ешь. Ешь давай. Мне много-то нельзя. Я или заболею, или усну. Я ведь когда пью, я же почти не ем. Угу. Спасибо за угощение. Давно я так не питался. Дашка, просьба у меня одна. На работу никак устроиться не могу. Куда ни сунусь, всюду гонят. Может, поможешь? А ты куда хочешь? Куда я могу хотеть, окроме магазина? Угу. Грузчиком? Нет, директором. Тоже мне. Вот умеешь шутить, зараза. Прямо как когда-то. В любой магазин. Только не в винный. Там как по минному полю. На каждом шагу рвануть может. А можно я еще возьму, а? Ну, конечно, бери. Вери. Вкусная. Прямо как у мамки. Даша. Ну, а ты как? У каждой безумной своей страсти. Спасибо. Доброе утро пожаловать. Здравствуйте. 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 Спасибо. Спасибо. Приходите, проходите. Вы меня узнали, да? Конечно узнала, Алла Петровна. Но кто не помнит нашего директора? Особенно ваши тычки подзапильницы. Павел Петрович, здравствуйте, мой дорогой, мой любимый. Здравствуйте. Это вам. Спасибо. Дети, дети, давай к нам. Цветы, цветы. Спасибо. Спасибо. Ой, мамочка, мамочка, подержи, пожалуйста. Здравствуйте, моя маленькая. Дорогая моя, спасибо. Спасибо. Добавил с себя. Спасибо большое. Спасибо. Большое спасибо. Спасибо большое. Дашенька. Нина. Дашенька. Спасибо. Спасибо большое. Ой, у меня такой праздник. Друзья, позд sketch! Спасибо. Доброго. Дорогая Дарья Михайловна, или Дашенька, как мы вас все когда-то называли. Вы не представляете, какой это праздник, ваш приезд к нам. Мы помним, когда вам выпало счастье, снятся с великой Майей Плесецкой. Эта фотография стала для всех наших учеников талисманом. Когда вас взяли в знаменитую Ивушку и вы стали солисткой, мы радовались за вас, как за самих себя. А уж когда вам присвоили высокое звание заслуженной артистки, мы в школе устроили концерт, посвященный вам. Спасибо. Ваша мама помнит это. Мы знаем, что у вас прекрасная семья, дивный муж, воспитанная дочь. Знаем, что вы по-прежнему востребованы. Вас любит страна. И сегодня нам будет особенно приятно, мы будем особенно счастливы, если вы скажете нам несколько теплых слов. Прошу вас, Дашенька. Браво. Спасибо. Признаться, я не ожидала. Не ожидала, что помните, ждете, любите. Мне как-то казалось, что мы так далеки друг от друга, но на самом деле совсем рядом. Да, я счастлива вернуться в свой любимый городок. Я счастлива увидеть родные лица. Я счастлива, что когда-то судьба вывела меня здесь на сцену. Но поверьте, не все так просто в моей жизни. Делать судьбу – это аккуратными шажками идти по очень тонкому льду. И сегодня, в этот день, я хочу пожелать маленьким мальчикам и девочкам, которые решатся ступить на этот ледок, будьте осмотрительны и осторожны. Лед может треснуть, и далеко не всегда вам протянут руку помощи. Но, тем не менее, не останавливайтесь. Двигайтесь, старайтесь. И тогда обязательно кто-то из вас станет знаменитостью. Спасибо. Спасибо. Спасибо, дорогая Дашенька. Спасибо. А теперь, друзья мои, коллеги, гости, прошу вас в зал. Мы покажем нашей дорогой Дашеньке концерт, посвященный ей. Прошу вас в зал. Да, Дашенька, это зал. У нас такие детки замечательные. Особенно Марк. Ты такая красавица. Сергей Иванович, еще опоздайте на пять минусов, будете уволены. Понятно? Угу. Привет. Здравствуй. Видишь, вынужден караулить. Почему ты стала избегать меня? Работа, друзья, встречи, дефицит времени. Встречи с друзьями важнее наших встреч. С некоторых пор, да. Ты, ты, ты решила со мной вообще не встречаться? Да. Почему? Надоела, устала. Что надоела? Все. Вранье, двойная жизнь, постоянная истеричность наших встреч. С тобой я стала психопаткой. Ну, хорошо. Может, начнем все сначала? Тем более, у нас будет ребенок. Не будет. Почему? Потому что его не было и нет. То есть, ты все врала о беременности? Да, врала. Ну, ты дрянь. Это все, что ты хотел мне сказать? Тебе мало? Вполне достаточно, чтобы дать тебе по физиономии. Блин. Почти так же, как это сделала твоя жена. Я за бутылкой. Здравствуйте. Здравствуйте. А Илья Борисович у себя? Обедает в кафе напротив. Спасибо. Пожалуйста. Ну что, отлуп? Подожди. Здравствуйте, Илья Борисович. Боже мой. Знаменитая, легендарная. Ну, я прошу, садись. Спасибо. Слушай, как я рад. Ну, красавица. Красавица. А? Чай? Кофе? А может, что-нибудь покрепче? Ну, шампанского, например. А? Спасибо. Мне еще сегодня это предстоит. Я поделаю, Илья Борисович. Весь, внимание. Продукты, коньяк, водка. Ну, все, что хотите высшего качества. Нет. Я по поводу работы. Работы? Вы у меня хотите работать. Нет, не я. Мой знакомый. Я с ним училась в нашей балетной школе. А, Миша Богатырев. Да. Так ведь он у меня уже работал. Три дня всего продержался. Илья Борисович, надо помочь. Он дал слово. Грузчикам. Угу. Да, конечно, Дарья Михайловна. Я возьму. Только ведь, Дарья Михайловна, ведь таких, Миш, у нас полгородка. И каждое слово дает. Ну, я хочу верить. Да, я тоже. Спасибо вам. Спасибо. До свидания. Ну, что? Зайдешь завтра к Илье Борисовичу, он распорядится. Лично? К нему? Да, к нему. Он же меня съест без разгона. Мишаня, учти, я за тебя поручилась. Клянусь, как перед матерью. А мы что, разве... Мы больше не увидимся? Больше. Увидимся. На вечеринке в мою честь. Как солнышко сияющее наше! Из Питера явилось чудо Дарья. Так хочется упасть к ее ногам. Такое счастье выпадает нынче нам. Да, мы гордимся нашей Дашей. Красивой, умной, счастьем нашим. И громко крикнем мы. Ура! Ура! И будем пить здесь до утра! Чудо наше, красавица наша! Сам сочинец. Что ж вы с нами делаете, голуба наша, не зноглазая? Поднимаю вас с колен. Наш голубь всезакрылый. Вы меня поднимете с колен, а я снова рухну к вашим ногам. Ой, Вячеслав Николаевич, держите себя в руках. Вы ведь все-таки мужчина. Мужчины иногда бывают слабыми, особенно перед красотой. Давай садись, перестань смешить людей. Садись давай. Друзья мои, в нашу чуточку внимания, я хочу сказать несколько слов. Как я уже сегодня говорила, Аллочка Петровна, позвольте уж мне, тем более, что вы сегодня уже говорили. Всем внимание, внимание! Подожите. Говорит Нина Ефимовна, точнее сказать, Нинон. Дорогие товарищи! Прежде всего, громкое «Ура!» Павлу Петровичу и Людмиле Сергеевне за то, что они сегодня любезно приютили нас всех. И первыми они поставили Дашеньку на планке. Спасибо и громкое «Ура!» «Ура! Спасибо! 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 Павел Петрович, за вас! Что я, как мать, могу сказать о своей дочурке? Собственно, почему дочурке? Она сестра. Скажу даже больше. Подруга. Вот она сегодня спросила меня, что такое возраст, мама. Вам. И сама же ответила на свой вопрос. Что это еще? Она сказала, возраста нет. Его придумали люди. Главное это желание жить. Несмотря ни на что, вопреки всему, жить, жить, друзья. Вот за это я предлагаю выпить. Вот за это и выпить. Господа, достаточно сло. Я предлагаю немного размяться. Или все разучились танцевать. Кавалеры, хватит насиловать рюмки. Приглашайте дам. Вечер только начинает. Данго! Будем приглашать дам. Нина Елена сказала когда-то, что я первым открыл талант в семилетней грошке. Вероятно. Ну, если это так, тогда позвольте мне первым пригласить в нашу знаменитую приму Наталью. Конечно, конечно. Молодец. Мама. Браво! Спасибо. Спасибо. Браво, браво, браво. Браво, 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 браво. Браво, 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 браво Не нон, не нон, имею я право отблесать своей красавицей и дочерью один-единственный танк. Не смеши людей. А что такого, я не булярую? Пускай посмеются. Танцуют все! Не так активно. Танцуют все! Так, не танцуй, не так быстро. Танцуем! Ай! Так, подожди. Так, подожди. Сука, посмотрите на нее. И вот так! Держи! Крепко взял. Все, все, Вишах Николаевич, поставьте меня на место. Все, ухудши. Телефон, Даша, телефон! Мальчик, передай Даше телефон! Вам звонят. А, телефон. Ага. Мне дочка звонит. Дочка! А? Да, да, Настя. Ага. Да, сейчас, подожди немножко. Подожди минутку. Ой, ну, всё, теперь нормально. Рассказывай. Бабуль, привет! А вы с Петей были в цирке. М-м-м, понравилось? Класс! Как тебе Петя? Да зашибись, он настоящий. Приняюсь, расскажу. А вот твоего не было. Кого, где? Да циркача твоего, Володя. Он не выступал. Почему? Без понятия. В программке написано, а номера не было. Ты тогда домой? О, слушай, ну дня через два. Не засиживайся особенно, я скучаю. Бабуль, привет! Хорошо, ладно, передам. Слушай, дай мне Петю. Здрасте, Нарья Михайловна. Здрасте. Петь, вы, пожалуйста, присмотрите там за Настей, а я приеду дня через два. Не беспокойтесь и не спешите. Всё будет чётко. До свидания. До свидания. Испугались. А я вот пришёл посторожить вас, чтобы никто не обидел. Подождите, подождите. Подышим вместе. И я уже надышалась. Идёмте, идёмте. Ну, ну, поговорить. Мне о чём с вами разговаривать? О жизни, к примеру. О любви. Вячеслав Николаевич, мне кажется, что вам и без меня любви уже хватает. А если не хватает? Если не хватает, если я влюбился в вас, как будто вас уже днят. Пустите меня, я буду кричать сейчас. Уедём куда-нибудь. Пустите. Уедём куда-нибудь буду любить, как никого. Это же гадко. Вы же с моей мамой. Что мама? Мама. Сами не понимаете, что ли? Год-два мама. Я им сыновья гожусь. Мерзавец. 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 Ты мерзавец. Мерзавец. Где ты была? Мамочка, я разговаривала с Настей. А Слава где? Слава не видела? Слава? Вон он. Вон он идёт. Что такое? Что? Что случилось? Да всё. Что? Всё нормально, не нормально. Нормально? Нормально, нормально всё. Всё нормально. Поехали! Заправь сорочку, Рудок! Субтитры создавал DimaTorzok Не подходите! Не бойтесь, я вам ничего не сделаю! Что вам нужно? Вы уже уходите? Какое вам дело? Могу проводить! Я сама дойду! Вы меня не поняли? Понял! Но я тоже решил уйти! Мне не интересно! Тем более без вас! Меня Саня зовут! Вы, наверное, скоро уезжаете? Наверное! До города далеко? Не очень! Если пешком – полчаса! У нас дачи далеко не строят! Ты школьник? Перешел в одиннадцатый! Павел Петрович, с которым вы танцевали – мой дедушка! Молодец! Хороший дедушка! Я любовался вами! Я заметила! Когда вырасту – на такой, как вы, женюсь! Зачем тебе такая? Красивая! Классно танцуете! Тогда понятно! ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Ты чего в темноте сидишь? Что-нибудь случилось? Мама, я должна через пару дней лететь домой. Так быстро? Достаточно. Тебя увидела. С людьми встретилась. Нет. Что-то произошло. Что? Мам, я беспокоюсь за Настю. Кирилл в командировке, она одна. А почему ты так быстро с дачи ушла? Там возник такой переполох. Весь праздник сорвался. Никто ничего не понял. Тебя кто-нибудь обидел? Мам, кто меня может обидеть? Скорее, я обижу. Может быть, все из-за того, что я с мужчиной? Ты с ума сошла. Я рада за тебя. Хуже было, если бы ты была одна. Одиночество, страшная гадость. Страшная гадость. Спасибо, что ты меня понимаешь. Ты знаешь, пока у меня не появился слава, я не знала, куда себя деть. Я с телевизор, бывало, пересмотрю. Все газеты перечитаю. В тетради тысячу раз перепроверю. Все равно хоть на стенку лезь. Не поверишь. Я каждый вечер из угла в угол в этой комнате по тысячу шагов мотала, чтобы потом сразу упасть в постель и уснуть. Видишь, как хорошо, что у тебя теперь слава. Да, хорошо. Очень хорошо. Я каждую ночь молитву, Богородица, читаю. За то, что он у меня есть. Спасибо, что ты меня понимаешь и поддерживаешь. Я у тебя увидела пенсионное удостоверение. Это правда? Тебя что, отправили на пенсию? Это шутка, мам. Девчонки придумали на день рождения. А я испугалась. Не обращай внимания. Ни о чем не думай, все нормально. А на гастроли ты приедешь? Конечно, приеду, куда я денусь. Ну и слава Богу. Вас ждут. Спасибо. Вы, наверное, догадываетесь, по какому я вопросу. Не догадываюсь. Во-первых, я хотел объясниться. Слушаю. Я не могу без цирка. Цирк для меня все. Для меня тоже. Но вы при цирке, вы на работе. А я, можно сказать, оказался выброшенным, извините за высокий слог, на панель. Простите, не понял. Кто на панель? Вы? Слишком высокого мнения о себе, сударь. Говорите просьбу. Я хотел попросить еще один шанс. Послушайте. Как вас зовут? Владимир. Владимир. Послушайте, Владимир. Наш с вами разговор все больше напоминает беседы с моей тещей. Она говорит, недосолила борщ. Я говорю, пересолила. И так всю жизнь. Ваш выход, уважаемый. Прошу. Вашеньшину. Девочки, отдых. Девочки. Вашеньшину. Открылась. Вашеньшина. Открылась. Девочки. Вашеньшина. Вашеньшина. Я подъехал. Я подъехал. Слушай, ты вообще как-то не задолбал меня по телевидению. Вообще не на бой сюда больше. Компец какой-то просто. Добрый день, я вас слушаю. А вы так сходу, да? Почему нет? Вы же приехали подготовившись. Да, верно. Я все обдумал. Я по поводу вашей дочки. У меня вчера был разговор с Мариной. Думаю, вы уже в курсе. Не ошибаюсь? Я вас слушаю. Я расстаюсь с вашей дочкой. Вы с ней или она с вами? Обоюдно. Но скорее все-таки я. Поздравляю. Кого? Свою дочь. Думаю, это самый счастливый день в ее жизни. Она обманула меня. Причем недостойно и даже коварно. Все суждения о ее беременности оказались враньем. Вы хотели ребенка? Да представьте себе. Вам мало тех двух, которые уже гуляют по белому свету? Я искренне любил Марину. И строил самые серьезные планы. Что, вы хотите сказать, что вы не были в курсе о том, что никакой беременности не было? Да, я был в курсе. А зачем? И зачем было врать? Это же подло врать человеку, который приходит в ваш дом. Который, который вам поверил. Мне не о чем с вами разговаривать. И это еще не все. Руки. Я еще не все сказал. Я сейчас не сдержусь и ударю вас. А ну попробуй, давай. Подними руку, я же жду. Блин. Предупреждаю. О Дарье, о моей жене. Забудьте. Все, встречи, звонки и прочие заходы исключены. Забудьте. Все. Да. Почти. Не дай Бог, наши пути пересекутся. Не дай Бог, дебил. Здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл Иванович. Вячеслав Николаевич прямо в полном удивлении, что ты так быстро уезжаешь. Он говорит, что задержалась хотя бы на недельку. Не, маму, лучше вы к нам в Питер. Я вам гостиницу устрою, по музеям повожу. А ты заодно увидишь свою внучку. Да Слава не хочет. Стесняется. Говорит, в Питере одна интеллигенция. Ты понимаешь, что ему там делать с балабановскими замашками? Ты же знаешь, какой он у меня стеснительный. Я поняла. Даже на работе. Я ему иногда объясняю, убеждаю. Ну, будь ты понастырней, понахальней даже. Я упрется, как бычок, знаешь, не сдвинешь. Да, интересный мужчина. Умеет добиваться своего. Да, этого у него не отнимешь. Знаешь, я поначалу не просто даже удивилась, а испугалась его настырности. Да, а он люблю, жить не могу, убей, не уйду. Представляешь? Ну, я посопротивлялась, повоображала из себя. А потом сдалась. Разве я не права? Что? Нет, ничего, мамуль. Просто показалось. Так что ты, Мячеслав Николаевич? А ты с ним разговаривала? Когда? Ну, у тебя, на твоем дне рождения. Мне показалось, что между вами что-то произошло. Я кинулась его искать, смотрю, вы тут идете вдвоем от речки. Ну и что? Он шел по своим делам, а я по своим. Даш, ты можешь мне как к матери, вот, мне показалось, что ты ему понравилась очень. А если это так, скажи, я пойму и смирюсь. Мама, мама, хватит нести ерунду. Тебе больше не о чем говорить? Не кричи на мать. Если я даже говорю ерунду, это, это не дает тебе права кричать на мать. Мама, мама, ну послушай меня внимательно. У тебя все в порядке. Ты счастливая женщина. Есть мужчина. Молодой, красивый. Мужчина, который тебя любит. Ну, чего тебе не хватает? Ну, что тебя мучит? Что тебе не дает покоя, мама? Да, 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 да. Да, все. Да, он любит меня. Да, я счастлива. Я абсолютно счастлива. Но только ты пойми меня. Ведь в моей жизни это последняя страсть. Это последняя любовь. И если я сейчас лишусь этого, я лишусь всего. Я лишусь смысла жизни. Понимаешь? Мамочка, милая моя любимая. Конечно, я понимаю. Я понимаю даже больше, чем кто-либо другой. Остается три минуты. Все, 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 все. Все, 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 все. Ой, 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 ой. Все, с Богом. Ну, давай, из аэропорта обязательно позвони, ладно? Хорошо. Хорошо, маму, мамуль, береги себя, пожалуйста. И помни старинную мудрость. Если ты не любишь себя, то кто же полюбит тебя? Чего-чего? Как ты сказала? Мам, мир спасет любовь. Да, 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 да. Я это все время повторяю своим ученикам. Давай, пока, пока. Я сейчас, сейчас. Подождите, пожалуйста. Да на что ты? Да на что ты? Понял? Давай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Нет, с Петей. Петя? А где он? Ну, на улице возле машины. Валерик, как же? Значит так, с Валериком мы завязали, это во-первых. А что, тебе Петя не нравится? Не, ну, подожди, у тебя с ним отношения, что ли? Да, мам, ты чего? Он просто мой друг. Разве ты еще не убедилась, что он может быть другом? Убедилась. А, слушай, а что с Володей? А, с циркачем? Слушай, без понятия. Ну, так, а что, его номер даже не был объявлен? Мам, ну, я же тебе говорила, в программке было написано, но сам он не выступал. А Тузик? Ну, не знаю, не видела. Мы пытались сунуться за кулисы, но нас не пустили. И даже ничего не объяснили? Мам, ну, блин, ну, я же тебе все рассказывала. Есть мобильный телефон, возьми да позвони. Пойдем. Идем. С приездом, Дарья Михайловна. А что это с вами? Ерунда. Пуля красноармейца. Нет, я серьезно. Мам, тебе обязательно надо все знать. А, хорошо. Я молчу. А Петя прошел собеседование. Ну, да. И куда же? Петь, я не запомнила, скажи, куда? Институт модернизации. Вот. Ничего себе. И как вам это удалось, Петр? Ну, нет такой крепости, в которой бы русский человек не одолел бы длительные осады. Как вы съездили? Под завязочку. А как там бабушка? Бабушка? Наша бабушка влюбилась. Да ты что, влюбилась? В кого? В мужчину? В мужчину. А сколько лет нашей бабуле? Ну, где-то под шестьдесят. Ну, а ему столько же? Нет, молодой. Лет под сорок. И влюбилась. Мам, ты что, серьезно? Конечно. И знаешь, Насте, я ей позавидовала. Чему? Что она двинулась на старости лет? Нет, Насте. Тому, что она счастливая. Не знаю. Он же молодой. Бросит ее. Не знаю, может быть. Но она об этом не думает. Она просто любит и все. И этим живет. Не понимаю я тебя. Ты знаешь, а я понимаю. Любить человека можно в любом возрасте и в любом состоянии. Тебе-то откуда знать? Можно подумать самому сто лет. Ты знаешь, мне кажется, даже больше. Мне кажется, я вообще второй раз живу. Боже мой. Куда я попала? Сплошной дурдом. Дурдом. Дурдом мне интересно. По крайней мере, не скучно. Кто это? Может, папа? Может. Открою? Я бы не открывала. Шляется по ночам. Знаешь, который час? Иди к себе, Настюш. Почему? Не будем устраивать базар. Если что, я позову. Постер. Проходи. Устал. Тяжелая ноша? Очень. Похоже, не по силам. Даша, чего мне делать? Запутался? Окончательно. Никогда не мог подумать, что такой слабак. Вешайся. Ты шутишь? А я серьезно. Я тоже серьезно говорю. Кто от этого выиграет? Ты. Ты. Наверное, ты права. Только я не решусь. Потому как слабак. Я буду жить, мучая себя и всех вокруг себя. Кира, я не хочу, чтобы ты мучил меня и нашу дочь. А есть решение у тебя? Есть. Забудь о нас. И начни жизнь, как говорили в школе, с белого листа. Ты думаешь, это так легко сделать? Нелегко. Но у тебя нет другого выхода. Да, у меня нет другого выхода. У меня вообще никого нет. Я вообще никого. Я один. Один, брошенный на обочину. А как же твоя пассия? А ее тоже больше нет. Все закончилось. Все, все рухнуло. Выгнала? Выгнала. Гнусно и позорно. Как, как швабру. Как потрепанную тряпку выбросила. Ребенка будет одна воспитывать? Не будет ребенка. Ни ребенка, ни беременности. Вообще все разводило у какой-то. Проверка на вшивость. Я хорошо, что вовремя раскусил ее и папашку ее. Есть еще Наташа с ребенком. Может, она тебя примет. Ну, исключено. Во-первых, сам не хочу. А во-вторых, она не примет. Не примет. Потому что презирает. И глубоко, и яростно. Я не знаю, что тебе посоветовать. Да врешь ты, знаешь. Ты все знаешь. Ты сильнее меня. Ты просто не хочешь. Не хочу. Я уже побывала в этих жерновах. Теперь твоя очередь. Ты врешь, а? Здравствуй, пап. Здравствуй. Мы тебя разбудили, да? Зачем ты пришел? Мне нужно поговорить с мамой. А она в этом нуждается? Настюш, ты иди к себе. Мы скоро закончим. Пап, ты, наверное, забыл наш последний разговор? Я его запомню. На всю жизнь. А я думаю, что забыл. Иначе ты вряд ли бы сюда пришел. Я, я, мне что? Мне уйти? Наверное. А ты хорошо подумала? Я об этом думаю не первый день. Я, я пришел сюда с Надеждой. А как-то поговорить, объясниться. Жаль. Мне искренне жаль. Ну, ничего, еще не вечер. Еще Надежда умирает. Последний. Когда умрет, дай знать. Как стыдно. стыдно и больно. Тебе его жалко? Жаль. А тебе? Немного. Вернуть? Зачем? Он предатель. Что будем делать? Жить. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Ой, это действительно вы? Я не могу вам это поверить. Вы вернулись или в своем ворку? Вернулась. А где вы сейчас? Дома. Когда вы увидите? Можно даже сегодня. А если прямо сейчас? Сейчас, немедленно. Но сейчас немедленно не получится. А через час реально. А вы дома? Дома? Конечно, дома. С нетерпением и с туманом. Хорошо, тогда ждите. До свидания. Двери не закрывайте, я должен поспать. Что, плохо слышно, да? Отключи, гони. Включи сюда, это моя квартира. Я сейчас вызву милиция, они приедут и все тебе объяснят. Ну, что они мне объясняют? Вы меня выгнали из дома, что это меня не пускают в мою квартиру? Придурок. Блин, вот так. Теперь я буду решать, кого впускать, а кого в три шеи гнать. Я здесь хозяин. Да. Здравствуйте, Даша. Здравствуйте. Мне необходимо с вами поговорить. Когда? Желательно сегодня. А вы где? Я только что вышла из дома и сейчас буду ловить попутку. Можете подождать буквально 10 минут? Я недалеко от вас. А что я буду делать эти 10 минут? Постойте, посмотрите на мужчину. Сидите на скамейке. Хорошо, жду вас. Забегала в камену, минутка на планерной. Что сделаете, уважаемые? Чай. Без сахара. Один? Один. Сейчас перенесу. Спасибо. Настя. Настя! Настюш! Это чего здесь? А я жду одного человека. А ты уже из института? Да, папа позвонил, сказал, что выгнал тебя из дома. Это правда? Правда. За что? Пьяный. Ты поэтому здесь? Я же сказала, я жду одного человека. Спасай, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. А что мы с отцом делать будем? Ну, без понятия. Подождем, пока протрезвеет. Протрезвеет и опять не пустит. Тогда будем вызывать милицию. Блин, у меня сессия, вы тут со своими делами. Я-то тут при чем? Да потому что не надо было выходить за этого придурка. Кто ж знал. Так. Отец пьяный. Я в институте. Ты по делам. Что мы будем делать? Может, я пойду поговорю с ним? Думаю, он еще спит. Разбужу. Сделаю внушение. Одна не ходи. Лучше вдвоем. Я не могу. Если я опоздаю, придется сессию пересдавать. Ну, так беги. А я вечером подожду тебя у дома. Только не ходи одна. Угу. Ты прибьет еще. Беги. За тобой, что ли? За мной. Ну, ты мать даешь. Круто. Может, тебя подбросить? Да нет. На метро быстрее. Ладно, пока. Пока. Дочка. Дочка. Могу их подвезти. В другой раз. Вот мы снова вместе. О, какое счастье. Да. Не на маховую. Долг пока вернуть не могу. Не накопила еще. Думаете, я настоял на встрече из-за денег? Ну, не знаю. Но денег нет. Придется подождать. Нет, Дарья. Сегодня мы будем говорить не об этом. Значит, опять о моем муже и вашей дочке? Нет. О них мы тоже не будем говорить. Тогда о чем? Будем говорить о вас. Обо мне? Что во мне интересного? Пенсионерка, домохозяйка. Никаких перспектив. Вот об этом и поговорим. О перспективах? Да. Если не ошибаюсь, вы когда-то танцевали в Иушки. И даже числились там солисткой. Ну. Почему же числилась? Я была солисткой и много лет. За это и звание получила. По-моему, вы были готовы вернуться в Иушку. Я в Иушку? С чего вы взяли? Мне так казалось. Никогда. Ни за что. И ни под каким предлогом. Даже под дулом пистолета не соглашусь. А вы что, вы каким-то боком касаетесь Ивушки? Я касаюсь вас. Значит, опять начнете старую песню о главном? Думаете, начну вам предлагать переехать к себе? Ну, что-то в этом роде. Не стану. Во-первых, вы однажды уже довольно определенно высказались на этот счет. А во-вторых, у меня тоже есть самолюбие. И вы не будете добиваться женщины, которая вам понравилась? Буду. Но только в том случае, если увижу, что она ждет этого. По-вашему, я не жду. Нет, не ждете. Пока не ждете. У вас слишком много проблем, чтобы перейти в другое состояние. А у вас проблем меньше? Не меньше. Поэтому я буду ждать. Вперед! Вперед! Если честно, я не знаю, кто больше рад. Тузик или Артист Собов. Ладно, все, хватит. Дай другим кусочек счастья. Если честно, потерял всякую надежду. Прошу. Здрасте. Прошу. Татьяна Ивановна. Здрасте. Встреча фронтовых друзей продолжается. Здрасте. Плава богу, который уже день. Грубовато, да, точно. Дашенька, позвольте вопрос. Сколько дней вы не видели Тузика? Ну, наверное, дней десять. Все верно. Прошу. Выпил. Прошу. Ну, во-первых, я ждал вас. А во-вторых, просто выпил. Тузик, место. Дочка сказала, что вашего номера не было в представлении. Не было. Почему? Отменил. Почему? Вопрос праздный или искренний? Конечно, искренний. Одну минуточку. Благодарю. Может, не стоит? Стоит. Задета слишком серьезная тема. А по трезвости не смогу ответить. Не решусь. Компанию составите? Нет. Ваше право. О чем вы спросили? Почему вы отказались выступать? Да. Да, почему отказался? Испугался? Струсил? Удовлетворенный ответом. Но ведь вы стремились на манеж. Да. В мечтах, фантазиях. Лежа на этом диване. Я ведь настаивал на работе без страховки. А когда всех вокруг убедил, понял, что себя убедить не смог. В чем? Я не решился выйти на арену без лунджа. За два часа до представления понял, что перегорел. Не выйду. А если выйду, то разобьюсь. Или требуюсь лунджу. А это позор. Фиаско. Я молилась о вас. Значит, не помогло. Может, не вернуть эту иконку, которую вы мне подарили? Вам она помогает? Мне с ней легче. Спокойнее. Тогда оставьте ее себе. А как же вы? Володя, а что дальше? Что дальше? Где у цилиндра? Вот он. Тузик. Какой ты хороший. Вы же не заберете у меня тузик? Вообще-то хотела. Не надо. Я умоляю вас. Не лишайте мне хотя бы этого счастья. Ближе существа у меня нет. Я сам все понимаю. Сам все осознаю. Слаб. Слаб и ничтожен. Я сам себе противен. Так же, как и вам. Мне нет. Неправда. Слабый человек всегда противен. Особенно мужчина. Вам, сильным женщинам. Вы же сильная женщина. Не знаю. А я знаю. Сильная. Я даже думал одно время, что нам с вами по пути. Но я ошибся. Вы сильнее. Я быстрее сойду с рельс. Вернее, уже сошел. Ты предал. Кого? Себя? Цирк? Не только. Меня в частности. Я на тебя рассчитывала, а ты предал. Ну, значит, мне остается только извиниться. Не поможет. Тебе удобно так жить. Ни за что не отвечая, ничего не делая. Тебе больно? Скорее, обидно. И больно. Я для тебя больше не существую. Почему? Существуешь. Но уже другой. Другой? Хуже, лучше. Другой. Хуже. Хуже, лучше. ПОДПИШИСЬ. Хуже. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мамуль, можешь не сводить меня с ума? Почему ты не отвечаешь на звонки? Ты где? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А Марина знает о моем визите? Знает Она захочет меня увидеть? Это зависит от вашего желания Я рад, что вы здесь Почему я приехала именно к вам? Просто выяснилось, что мне некуда больше податься Только к вам Это говорит о чем? О чем? Скажите, о невероятной симпатии к вам? Хотела бы надеяться Не надейтесь Просто вдруг обнаружилось, что Я живу в пустоте Есть семья Но ее нет Есть подруги, но их тоже нет Был друг И тот сдулся Пусто Одиноко И бессмысленно Но все-таки вы решили приехать именно ко мне Значит, вы не так одиноки в этом мире Нет, тут другое Я приехала, потому что Не понимаю вас И это интригует Мне кажется, что вокруг вас все та же пустота Да, у вас есть дочь Единственная Любимая Но она живет своей жизнью Она ушла, ее нет рядом А вы все никак не можете с этим смириться Хотите убедить меня Что у меня нет жизни Есть Но она половинчатая Одна половина это Работа А вторая Пустота Может быть, нам Объединять две наши пустые половинки Бред Бред Если бы такое случилось То ядерный взрыв Разметал бы нас по разные стороны Почему? Догадайтесь Мы с вами слишком похожи? Да, мы похожи И каждый из нас будет искать то Что вряд ли когда-либо найдет А что, если я уже нашел? Не говорите пошлости Вам это не идет Дарья Вы все время ставите меня на место Вы не замечали? Я всего лишь излагаю свою точку зрения Но как-то уж слишком категорично Как умею? Я ведь тоже умею по-разному Просто хотелось бы избежать оценок Ну вот видите Это только начало Может мне уйти? Нет Но говорить в подобном тоне Мы не будем А давайте Я вам кое-что предложу Совместную жизнь? Вы мне ее уже однажды предлагали Не говорите пошлости Вам это не к лицу Я о другом Вы ведь хотите вернуться в ансамбль? Нет Я говорю серьезно А я вам серьезно отвечаю Не хочу Я могу помочь Значит вы все-таки имеете влияние на Мария Павловна В какой-то мере Тогда тем более нет Я никогда ни от кого не принимала подачки Никогда ни от кого не зависела И никогда ни о чем не просила Я все сама Своими ногами и своим дурацким характером И сейчас Когда мне действительно хреново Я тем более не приму подачку Тем более от вас Но я о другом Да хоть о другом Хоть о третьем Нет безвыходных ситуаций И нет сил Которые бы меня завалили И нет тупика Из которого я бы не выкарабкалась Я выкарабкаюсь Я выползу Я докажу Все Все нормально Все хорошо Все Мне надо идти Я вызву такси Я тронута Но не надо Но Никаких но Я сказала Вы услышали И последнее Если вы Своим вот этим желанием Помочь Решили как-то сгладить Вину своей дочери И моего мужа То можете даже не стараться Я не возвращаюсь К тем кто сдулся А мой муж Из их числа И может быть Ваша Марина Сможет его реанимировать Может быть У нее это получится Пожалуйста И не провожайте меня А то слишком все Как-то очень пошло Она ушла А он Трогательно предупредителен Трогательно предупредителен Трогательно предупредителен Я все слышала Молодец Что еще В принципе Она все говорила верно Хотя излишне категорично Отпустил ты ее зря Дама безбашенная Пап Выслушай меня внимательно Как друг Разве было по-другому? Не перебивай Выслушай и постарайся понять Наверное Я схожу с ума Я не могу без Кирилла Это как наваждение Все знаю Все понимаю И ничего не могу поделать Я люблю его, пап Я тебя понимаю Эй Эй, кто-нибудь Эй, кто-нибудь Эй, кто-нибудь Эй, кто-нибудь Эй, кто-нибудь Эй, кто-нибудь ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Подруга, так, ты где? Дома. Так, срочно приезжай на рейтбазу, тебя заждались. А что случилось? Мамка, весь ансамбль ждет, все ждут. А что, что случилось? Случилось, случилось. Мамка уходит. Куда уходит? На пенсию. Будет прощание. Ага. Вы прощайтесь без меня. Ты что, издеваешься, что ли, а? Без тебя не хотят начинать. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты что, издеваешься, что ли, а? Без тебя не хотят начинать. Что начинать? Ну, сказала же, торжество. Хватай тачку и мчись. Жду у тебя все. Бабки на дорогу есть? Бабки есть, желания нет. Не звони мне больше. Я же сказала, не звони мне больше Я не хочу, я не поеду никуда Я занята, я не поеду Ты не можешь не приехать, обязана Все срывается, тебя все ждут Это для тебя шанс Какой шанс? Хорошо, сейчас переоденусь и приеду Подожди, что происходит? Без понятия Мамка изъявила, что без тебя прощаться с коллективом не будет Так ее все-таки вытуривают? Об этом же разговор с почетом, но без уважения Ты же знаешь, как коллектив ее обожает А кто вместо нее? Спроси что-нибудь полегче Говорилось, какого-то мужичка притаранят Кто такой? Темный лес Ну а я-то тут при чем? Слушай, блин, достала, мне по чем знать Марья Павловна желает, чтобы ты обязательно была Ничего не понимаю Аналогично Привет Здрасте Слава Богу, дождались принцессу Можем начинать Я считаю аплодисменты преждевременными Я еще не ушла Будем начинать процедуру Лично для меня это процедура непростая Можно даже сказать драматичная Но я надеюсь, что все обойдется Вы для меня не просто А этот день зачем? Спроси что полегче Вы мои дети Юлька, мне не нравится все это Я уйду отсюда Так стоять и не дергаться Послушаешь, похлопаешь А дальше хоть на все четыре стороны И прощаться с вами Понимать, что я больше не выйду к вам В моем прежнем качестве В прежнем статусе Это нелегко Это больно Это страшно Ну, конечно, я буду к вам приходить Мы будем общаться Будем обмениваться впечатлениями Я надеюсь, что вы меня не забудете АПЛОДИСМЕНТЫ А тебя бегло все время пянец А сейчас переходим, так сказать, к официальной части Слово представителю городской власти Софьи Петровне Снегиной АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, я буду краткой Да, мы действительно знаем цену Удивительной женщине Вашему руководителю Марь Павловне Седовой Она долгие годы ввела ваш коллектив И сделала из него истинный бриллиант АПЛОДИСМЕНТЫ Блин, старая карга За это, Марья Павловна, вам огромное спасибо Но, как сказала сама Марья Павловна Каждому коллективу нужна новая кровь Мы долго думали Искали человека, который бы мог Достойно вести ваш коллектив и дальше В результате губернатор принял решение О создании попечительского совета Вашего коллектива Председателем попечительского совета Был избран Кирилл Дмитриевич Трифонов Я ему и передаю слово Ты меня для этого сюда пропущу Спокойно Еще не вечер Нормально все Совет не собирается диктовать вам никаких условий Мы будем вам помогать Советом, финансами Или, как теперь принято говорить, имиджево Безусловно, Ивушка Это лицо нашего города И мы благодарим Марье Павловну Седову Которая все эти трудные годы Достаточно успешно вела в ваш коллектив Я надеюсь, что вы поддержите Предложение попечительского совета И согласитесь утвердить кандидатуру Нового художественного руководителя Которую я сейчас озвучу Это бывшая артистка Солистка Которую вы все знаете И, надеюсь, цените Кстати, заслуженная Крымская Дарья Михайловна Кашка, поздравляю Я же говорил Поздравляю Кстати, с вами поездка Твою любимую вкусу Готовьте Здорово! Ура! Ура! Спасибо Спасибо Саша! Молодец! Саша! Молодец! Молодец! Саша! Молодец! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет, красавица! Привет! Как жизнь? Хорошо. Идёт. А ваш друг на боевом посту. Где? Да вон там, чуть впереди. Кладём денежку. Да, хорошо, спасибо. Это вам. Вот она. Чего это? Да просто как хорошему человеку. Да не, не могу, жена неправильно поймёт. Ещё по морде слопочил. Скажите, что купили ей. Это меня и дело. Ну что, товарищи и граждане Баяния, залетаем. КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. Так, оказывается, мы соседи. Наверное. Не узнали. Жена выгнала. И мы с вами ночью пили коньяк. Так, Яков Матвеевич. Я помню. Вас еще потом жена забрала. Правильно, забрала. А на следующий день опять выгнала. На этот раз окончательно. С концами. Ничего не бывает окончательно. Все меняется. Нет. Нет, с этой горгоной ничего не изменится. Вот опять просился и опять поперло. А я ведь часто вспоминаю вас, Мамзель. Может, замутим? Налегке для глубоких отношений. При дневном свете вы даже лучше, чем при ночном. Благодарю. Я уже намутилась. Я здесь бываю каждый четверг с часу дня. Имеем интерес. Привет. Привет. А меня взяли на работу. Класс. А что делать-то будем? Радоваться. Да я о другом. Отец дома? Вроде да. Тогда пошли. Что ты ему скажешь? Пока не знаю. Ну, вот и я не знаю. Поэтому здесь и сижу. Знаешь, дочь. Страдать очень удобно. Я ничего не знаю, никому не обязана, ни за кого не отвечаю. Поэтому пошли. Только просьба. Никаких скандалов. Обещаю. И еще. Пообещай, что обязательно познакомишь меня с сестренкой. Пошли. А я вас заждался. Так, мыть руки и за стол. С чего это вдруг? Семейная традиция. Теперь каждый день будет так. Жизнь должна быть праздником. Сказкой. Есть возражения? Ясота. И никаких возражений. Приведите себя в порядок и дружной семьей за стол. Господа, я старался. Господа, я старался. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, мамочка. Алло, алло, доченька. Доченька, у меня все хорошо. На Славу не нарадуюсь. Вчера он сделал подарок. Новый холодильник. И еще стиральную машину. Часто вспоминаем себя. Алло, мама. Алло, мама. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Папа ушел. Куда? Не знаю. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вот он. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так. Так. Мам, я есть хочу. А кто нам мешает? Никто. Потрескаем? С удовольствием. Неплохо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok